Видно, они не будут думать о чем-то столь сложном, как сложенное пространство. Они просто подумают, что яд рассеялся и больше не представляет угрозы. Это движение разбудило остальных в караване. Многие люди толпились вокруг, в страхе уставившись на отравленного наемника, судорожно кричащего у костра. Что случилось с ним? Он умирает? Он все больше и больше похож на этого зверолюда. Чувство страха распространилось по всему лагерю. Костер колебался и мерцал. Ночной ветер свистел по равнинам. Изредка раздавались вопли. Атмосфера стала жуткой. Под этим страхом и растерянностью отравленный наемник внезапно перестал дрожать. Его суставы встали на место, и он медленно встал. К настоящему времени, кроме своего телосложения, он выглядел совершенно как зверолюд. По-видимому, он еще не привык к своему телу. Его суставы крутились, громко ломаясь. Убей его! Арда кричал. Пристрелите его! Лучники были давно готовы. Услышав приказы Арды, они без колебаний выпустили свои стрелы. Голова отравленного наемника была пробита шестью стрелами. Он также был сбит с ног кинетикой от стрел. Он упал на землю и тяжело дышал. Его тело продолжало неестественно крутиться. Крутившись пять или шесть минут, он наконец замолчал. Тем не менее, он еще не был полностью мертв. Его конечности дергались время от времени. Торговцы затаили дыхание на этой сцене. Они не смели громко дышать, чтобы своими действиями не разбудить это странное существо. Некоторое время спустя кто-то перевел взгляд на лидера мира и второго в команде. Они были двумя, кто убил зверолюда своими руками. Они были ранены и отравлены. Их кожа была зеленой. Наконец все уставились на двоих. Наемник рядом с мира подсознательно отступил, но лидер мира схватил его. Это бесполезно, Эйр. Мы умрем сегодня вечером. Воин четыре гоуровня. Эйр был вторым по силе в группе. Это была большая потеря. Мира вздохнул и достал меч. Он бросил его в сторону Орды, сказав, Орда, теперь это группа твоя, лидер. Орда схватил меч руками и упал на колени. Надежда еще есть. Ты нам нужен. Мира достиг своего нынешнего статуса, завоевав их лояльность и привязанность. Он также был очень талантлив. Нелегко было сделать себе имя на золотых равнинах, управляемых зверолюдями. Видя, что их лидер отравлен и готов умереть, все наемники замолчали. Окружающие торговцы тоже стихли. Молчание длилось несколько секунд, прежде чем кто-то закричал. Хватит колебаться. Лекарства нет. Убейте его. Яд скоро подействует, и это будет еще более болезненным. Кто-то кричал. Он уже сдался. Сделай это сейчас. Все люди были затронуты страхом перед неизвестностью. Они просто хотели избавиться от угрозы и не могли быть обеспокоены чувствами жертв. Многие наемники пришли в ярость. Они брали деньги, чтобы убивать других, но на этот раз им пришлось убить своего лидера. Он также отказался от борьбы. Столкнувшись с этой ситуацией, все наемники почувствовали, что их будущее безнадежно. Они не могли этого сделать. И теперь эти обычные люди были эгоистичны и даже не относились к ним как к людям. Гнев горел внутри многих наемников. Они хотели, чтобы они могли повернуть свое оружие и убить кричащих людей. Как только наемники и торговцы оказались в безвыходном положении, из тени выскочила девушка. «Нет, почему мы должны сдаваться?» Воскликнула она. «Должна быть надежда». Это была Шалли. Алан был шокирован и застигнут врасплох. Шалли подошла к костру, сжав кулаки. Ее лицо было красным от страха и нервозности. Она дрожала. «И вы все, лидер мира, был отравлен, пытаясь защитить нас. Но вместо того, чтобы пытаться помочь ему, вы просто хотите, чтобы он умер, чтобы это не повлияло на вас. Вы все трусы. Эгоисты. Торговцы потеряли самообладание. Девочка, что ты знаешь?» Неизвестный кричал из толпы. Шалли, заткнись и возвращайся сюда. Это был Алан. Алан, присмотри за своей дочерью. Это был глава фирмы Красной Земли. Среднего возраста, немного толстый и высокий, он выглядел авторитетным. Выйдя из толпы, он посмотрел на отравленного лидера наемников. «Мира, прости. После твоей смерти я удвою твой платеж. Спасибо». Мира кивнул. С этими словами он закрыл глаза, ожидая смерти. Шалли все еще была у костра. Глядя на Мира, она спросила. «Почему ты сдаешься? Ты такой могущественный. Маленькая девочка, спасибо за твои благие намерения, но я совсем не силен». Мира горько усмехнулся. «Как? Разве это не просто яд?» Сказала Шалли, не сдаваясь. «У каждого яда есть противоядие. Почему бы нам не попробовать что-нибудь еще?» Прежде чем она успела закончить, Алан вырвался из толпы и схватил ее за спину. Даже когда ее тянули, Шалли сопротивлялась и кричала. «Нас так много, но ни у кого нет решения. Мира такой хороший человек. Он был отравлен, чтобы спасти нас. Вы просто будете смотреть, как он умирает». Она была права, и многие люди чувствовали себя неловко от этих слов. Но правда была в том, что все были беспомощны против этого странного яда. «Ничего нельзя сказать сейчас». Мира посмотрел на Орду. «Сделай это сейчас, чтобы я не умер так ужасно». Орда сжал челюсти, в его глазах появились слезы. Через мгновение он схватил лук у другого наемника. Постучав по стреле, он медленно оттянул лук назад, нацелив его на мира. Линк смотрел на все это со стороны. В толпе простых людей он увидел мудрость мира и храбрость Шалли. Это было похоже на две звезды, появляющиеся на темном небе. Люди могут быть бессознательными и малодушными. Тем не менее, в песке всегда можно найти одну или две жемчужины. В большинстве случаев жемчуг сиял только один раз. Тогда они будут ассимилированы песком вокруг них или будут раздавлены жизнью в порошок. Люди не могли защитить жемчужины. Однако в этот раз все было иначе, потому что Линк был там. Никакое противоядие не могло избавиться от яда. У Линка не было заклинаний, но это не значило, что он бессилен. У него все еще была игровая система и 700 очков Амни. Он давно не покупал заклинания, поэтому почти забыл об этой функции. Видя, что Арда собирался стрелять, Линк быстро осмотрел карты заклинаний. Его глаза пролетели мимо всех сияющих карточек. Наконец они остановились на одной, окруженной бесчисленными слабыми зелеными рунами. Заклинание природы. Дикая буря. Дикая буря. Легендарные заклинания природы. Уровень зависит от уровня заклинателя. Стоимость. От 10 до 5 тысяч. Зависит от телосложения цели. Чем цель сильнее, тем выше стоимость. Эффект. Изгнание источника энергии, которая разрушает тело цели. Это заклинание может уничтожить проклятие и яд. Примечание. Буря наступила и будет дико нарастать. Это было очень сильное рассеивающее заклинание. Его теория отличалась от большинства заклинаний этого типа. Вместо нацеливания на сам яд, оно усиливало жизнеспособность цели, пока она не смогла естественным образом изгнать яд. Именно из-за этого принципа оно могло быть бесследно. После использования отравленной постепенно выздоровеет сам. Тем не менее, оно может развеять практически все яды и проклятия в фирумане. Орда оттягивал лук, чтобы стрелять. В это время небо внезапно загорелось. Серебряный свет появился над мироэйром. Как лунный свет, свет воссиял вниз и залил двух наемников. Под лунным светом они выглядели божественно. Вскоре зелень их лиц поблекла. Их глаза, которые становились черными, немедленно вернулись к нормальному состоянию. Любой мог видеть, что теперь они в порядке. Толпа была в шуме. Белым пост же кто-то воскликнул. Это чудо. Это благословение от Бога Света. Они благословлены Богом. При этом все в лагере упали на колени в страхе от вида. В то же время 20 пар черных глаз наблюдали за этой сценой из-за пределов лагеря. Это были странные чудовища, которые пришли для скрытой атаки. Когда они собирались действовать, появился серебряный лунный свет. Даже в небольших масштабах легендарная мощь была по-прежнему впечатляющей. Сущность царства Линка была особенно чистой. Так что люди, естественно, были бы напуганы этим. Захваченные врасплох зверолюди повернулись и ушли без колебаний. Линк больше не собирался следовать за этим торговым караваном. Он ускользнул и последовал за странными чудовищами. Нелегко было придумать этот яд. Мне интересно посмотреть, кто строит эти козни. Глава 556. Вещи усложнились. Ночной ветер яростно дул по равнинам. Трава росла в высоту с человека. Любому было бы трудно пробираться сквозь такую траву. Однако Линк не был обычным человеком. Отравленные чудовища, спасшиеся бегством, оставили после себя множество следов, за которыми он мог последовать. От их запаха, ауры, следов до пятен темно-зеленой крови, оставленных на траве, Линк мог видеть все это. Через полчаса Линк наконец проследовал по их следам в низменную долину. Долина была заполнена зеленым туманом. В долине росло дерево с толстым пологом. Вокруг дерева был большой участок земли, на котором стояло не менее 30 хижин с травой. Хижины окружили дерево. Посередине было пустое место, где ярко горел костер. Однако огонь горел своеобразным зеленым светом, окрашивая его окрестности в маслянистый зеленый оттенок. Сквозь зеленый свет Линк мог видеть множество зверолюдей, стоящих или сидящих на корточках на пустыре. Один из зверолюдей выделялся на фоне других. Его огромное тело было покрыто белыми полосками меха. Его глаза мерцали, как у кошки. Спасшиеся зверолюди теперь стояли на коленях перед возвышенной фигурой этого зверолюда, который держал в руки неровный, похожий на молоток посох. Он размахивал им, когда отравленный зверолюд пробормотал ему непонятную тарабарщину. Последний говорил на своем родном языке. Его слова были неясны, и он запинался время от времени, возможно, из-за яда, сеющего хаос в его теле. Скрытый в темном углу, Линк внимательно слушал слова зверолюдей. Он едва мог понять, что они говорили. «Нет, чудес не бывает», — сказал высокий зверолюд. Шеф, я видел это своими собственными глазами. В небе сиял яркий свет. Он светил людям, и яд в их телах был полностью нейтрализован. «Нет, это должно быть работа мага», — сказал высокий зверолюд. Видя, что его подчиненные собирались настаивать на обратном, он немедленно отогнал их взмахом своего посоха. «Достаточно. Этот маг был достаточно силен, чтобы рассеять силу мастера, очень силен. Мне нужно рассказать об этом мастеру». Игнорируя дальнейшие попытки своих подчиненных убедить его в том, что они видели, высокий зверолюд повернулся и шагнул к самой большой хижине в долине. Линк, услышавший их разговор издалека, быстро наложил на себя заклинание невидимости. Затем он бесшумно пробрался через долину. Ядовитый воздух пронизывал долину. Хотя место было в основном непригодным для жизни любого другого живого существа, это не создавало проблем для Линка. Он задержал дыхание и закрыл все поры на своем теле, по сути прекращая все материальные и энергетические обмены между его телом и внешним миром. Его тело теперь работало только на его внутренних энергетических запасах. Линк украдкой облетел долину. Пройдя 50 футов вокруг хижин, он внезапно остановился. Затем он наклонился и осторожно поднял немного грязи с земли. Выкопав 10 дюймов грязи, он наконец-то что-то нашел. Это был кусок белой рунической скрижали. Скрижаль была большой. Она имела диаметр более 20 дюймов, и на ее поверхности были выгравированы волшебные руны. Линк присел на корточке и присмотрелся к ней. Это простой барьер обнаружения, но то, как эти руны были выгравированы должно быть, это сделал человек-волшебник, подумал Линк. У каждой расы был свой уникальный стиль рунного ремесла. У темных эльфов был более коварный аспект, высшие эльфы подчеркивали запутанность. Руны драконов были древними и сложными, а люди предпочитали минимализм и практичность в своем ремесле. Руны на скрижале были простоваты. Обычные маги, возможно, не смогут различить какие-либо отличительные черты, но такой мастер, как Линк, который уже много видел в сфере магии, смог определить аспекты рун, которые ссылались на расу мага, который их создал. Линк был уверен, что руническая скрижаль была изготовлена с помощью заклинания рука волшебника. Главным виновником всего этого является человек. Нет, с этим что-то не так. Линк чувствовал, что все еще есть определенные детали этого вопроса, которые противоречат друг другу, и что они требуют дальнейшего обсуждения. Например, отравление, которое произошло тогда, казалось, не было делом рук человека. Любой человек-маг, желавший совершить такой злодейский поступок, обычно делал это с помощью проклятия или другой формы черной магии. Яды редко обнаруживались в магическом арсенале мага-человека. Даже если бы человек прибегал к использованию ядов, он или она наверняка не использовали бы этот вид яда. Казалось, что такие вещи будут делать только высшие эльфы. Все выглядело еще сложнее. Линк не спешил делать какие-либо выводы. Он полагал, что ответ откроется ему в свое время. Вокруг долины был установлен защитный барьер, вероятно, как попытка не пускать обычных магов. Однако для Линка заклинание было детской игрой. Он слегка поправил заклинание невидимости и небрежно прошел через барьер. Барьер обнаружения не отреагировал на вторжение Линка. Как будто Линк вообще не существовал. Линк бесшумно подкрался к самой большой травяной хижине в долине. Десять секунд спустя он стоял у здания. В хижине было небольшое окно. Линк подошел к окну. Затем он направил силу дракона в ухо, что мгновенно усилило слух. Когда он подобрался достаточно близко, Линк почувствовал магическую ауру, исходящую из хижины. Это была нормальная аура маны, которая была около 7го уровня. Аура принадлежала магу 7го уровня. Он или она были сильны, но недостаточно сильны, чтобы вызывать такую токсичность в воздухе. Конечно, была вероятность, что человек-волшебник не сделал яд сам, а скорее купил его на черном рынке. Он мог быть выкопан из древнего места. Внезапно мысль пришла в голову Клинку. Не боится ли он отравленного воздуха в долине? Есть ли у него противоядие от яда? В этот момент из хижины донеслись звуки. Высокий зверолютый маг разговаривали. Этот яд чрезвычайно могущественен. Только маги с огромным мастерством могли нейтрализовать его. Вы сказали, что он обладал силой, подобной лунному свету. Как странно. Голос, казалось, принадлежал пожилому человеку, но он четко произнес каждое слово. Он должен быть человеком-волшебником. Мастер, что нам теперь делать? Давай пока не будем связываться с путешествующими торговцами. Гудо и другие отравляют Гринстоун Крик в течение пяти дней. Многие люди в городе Мара вниз по течению уже отравлены. Настало время отправиться в город Мара. Понятно. Услышав это, Линк нахмурился. Яд, переносимый чудовищами, был, безусловно, уникальным. Было не только сложно создать противоядие от яда, но и он был чрезвычайно заразным. Им просто нужно было отравить сотую часть населения города, чтобы поставить весь город на колени. Если вода уже была отравлена, это был только вопрос времени, когда жители города Мара были превращены в этих отравленных зверолюдей. Если бы эти зверолюды находились под контролем мага, маг вызвал бы массовые отравления на золотых равнинах, никогда ранее не встречавшиеся в истории. Это была бы катастрофа. Линк решил взять дело в свои руки. Он прижал руку к окну. Сущность царства выкипала из его тела. Пространство, время, печать. Этими тремя словами Линк с легким гулом запечатал пространство и время в траве. Хижина внутри затихла. Линк прошел прямо к хижине. Когда он шел, он молча активировал заклинание, которое он недавно приобрел, пропитка. Пропитка легендарное заклинание поддержки описания. Пробелы существуют во всем. Заклинатель может пройти через эти промежутки после активации заклинания. Примечание. Пропитывает все. Линк освоил заклинание до такой степени, что никто даже не мог уловить, когда он произнес заклинание. Его тело прошло сквозь стену травяного хижины, как воздух, и вошло в хижину. Внутри травяной хижины была обычная масляная лампа. Под его слабым мерцающим светом на стуле сидел человек-маг. Рядом с ним была волшебная книга. Высокий зверолюд стоял перед магом, когда он рассказывал о ситуации. Пространство-время было заморожено внутри хижины. Единственной вещью, которая все еще могла двигаться, была свеча в форме капли в масляной лампе, мерцавшей в темноте. Линк посмотрел внутрь хижины. Затем он заметил деревянную полку позади мага. На ней были установлены 10 хрустальных бутылок, и они содержали различные виды жидкостей. Линк подошел к нему и начал осматривать каждую бутылку. Последняя бутылка, которую он тестировал, содержала бледно-красную жидкость. Вскоре Линк понял, что жидкость способна нейтрализовать яд в воздухе. Так вот, в конце концов, есть противоядие. Воскликнул Линк. Он быстро вытащил несколько капель красной жидкости в собственную хрустальную бутылку. Когда он закончил, он положил все обратно на место. Наконец он подошел к магу-человеку и несколько раз постучал по нему. Сущность царства вытекла из Линка на кожу мага, образуя на ней хорошо скрытые проклятия. С этим проклятием Линк будет знать, где находился маг в любой момент времени. Он мог даже покончить с этим магом одной мыслью, если бы захотел. Когда он закончил, Линк вышел из хижины и прошептал, отпустить. Пространство и время внутри хижины вернулись в исходное состояние. Никто из его обитателей не понял, что только что произошло. Они возобновили свои дискуссии о городе Мара. Линк продолжал подслушивать их обсуждения за пределами хижины. Теперь он знал обо всех договоренностях, которые они сделали в городе Мара. Он чувствовал, что в этом заговоре было нечто гораздо большее, чем он узнал. Настоящий организатор все еще был скрыт, но Линк уже получил то, зачем он пришел. Рецепт противоядия. Кто именно дергал за ниточки? Мысль все еще оставалась в голове Линка. Когда Линк покинул отравленную долину, в его видении появилось сообщение о миссии. Миссия «Странные зверолюди» завершена. Игрок получил 50 амни очков. Новая миссия. Город Мара. Описание. Остановить отравление в городе Мара. Награда за миссию. 100 амни очков. Предложенная награда была низкой, как и раньше. Миссия, казалось, не представляла проблемы для Линка, поэтому он принял ее. Подумав немного, он решил вернуться туда, где были караваны. Город Мара находился всего в 40 милях, и туда направлялись караваны. Он решил войти в город под видом торговца. Глава 557. Чума города Мара. Золотые равнины. Ночь. Кто-то разобрался с ядом. Это был небольшой соломенный домик в густой траве. Внутри были Ариэль, Элован и Милос. Они медитировали, как обычно делали волшебники. В домике было тихо. Ариэль внезапно нарушила тишину. Элован и Милос не открыли глаза, но выражение их лиц изменилось. Ты чувствуешь, кто это? Я не уверена. Это странная сила. Очень чистая и, казалось бы, немного нежная. Это тонкая сила. Я чувствую, что если ее использовать на полную мощность, она может быть ужасающей. Ты знаешь, где это? Элован спросил. Рядом с городом Мара. Ваше высочество, мы должны проверить? Спросил Милосе. Ариэль немного помолчала. Затем она сказала. Пойдем, посмотрим. Белоукин – непростой яд. Мне интересно посмотреть, кто смог его победить. Но постарайтесь не вступать с ним в конфликт. Мы не можем раскрыть свою личность. Кто бы не смог нейтрализовать Белоукин, он должен быть на легендарном уровне. Бой на этом уровне может уничтожить всю область. К тому времени будет невозможно скрываться. Понятно, ваше высочество. Элован и Милос кивнули одновременно. Как только они заговорили, слабый зеленый свет засиял вокруг троих, сидящих на земле. Мгновение спустя они превратились в зеленую дымку и вылетели из дома, как молния. На другой стороне равнины в город Мара направлялся большой ряд рыцарей-зверолюдей на чудовищах Кера. Уникальных для этих равнин. Зверь Кера во главе был огромен и имел уникальную окраску. Вместо обычного серовато-белого, он был чисто черный. Зверолюд в тонких кожаных доспехах сидел на его спине. Зная стандарты мастерства зверолюдов, эта кожаная броня была чрезвычайно роскошна. Зверолюд был силен, а черный меч из обсидиана на его спине был в половину человеческого роста. Он был грубо обработан и имел много зазубрин на лезвии. Однако это не могло повлиять на убийственную ауру, исходящую из меча. Если бы обычный человек увидел это, у него бы закололо глаза. Он даже не смог бы смотреть на него напрямую. Но по сравнению с собственной аурой зверолюда, меч был ничем. Его чистые черные волосы, длинные и густые, были небрежно связаны и свисали ему на спину. Когда дул ветер, его волосы вздымались, словно пылающие черное пламя. Он был очень мускулистым и ростом не менее 7 футов. Мышцы навалились на его голые руки, дрожа, как вода, когда он двигался. Он был очень впечатляющим. В отличие от других грубых и варварских воинов, он сидел прямо на звере Кира. Его глаза были закрыты, как будто он отдыхал, и независимо от того, насколько ухабистой была дорога, он не двигался. Его аура была похожа на надвигающуюся гору, которую никто не мог увидеть. Это был новый король зверолюдей. Славный военачальник Аватар технически оказалось, что он правил всеми племенами равнин. Бойцы каждого племени подчинились ему, признавая его единственным королем. Однако тысячелетняя традиция зверолюдей никуда не делась. Каждый зверолюд был верен только своему племени, и в их сердцах не было другого короля. Годы уйдут, прежде чем это изменится. Чтобы укрепить свое правление, король Аватар создал экспедиционный отряд. Он путешествовал по городам, чтобы показать свою власть и силу. Его следующим пунктом назначения был город Мара. В три часа дня разведчик сообщил. Ваше Величество, до города Мара еще 30 миль, но там царит хаос. Аватар не удивился. По пути он часто сталкивался с такими вещами. Даже сейчас он непрочно сидел на троне. Многие люди не хотели сдаваться ему. Он не боялся испытаний. Подробнее. Он даже не открыл глаза. Ваше Величество. Многие люди бегут из города. Они говорят, что там эпидемия. Эпидемия. В потрясении Аватар открыл глаза. Его глаза были слегка кровавыми. Такое изменение произошло после того, как он вошел в легендарный уровень. Если бы в городе появился сильный противник, он бы не испугался. Он был уверен, что может сразить врага своим мечом. Но на этот раз противником была невидимая болезнь. Он должен был быть напуган. Разве там нет великого шамана Элладара? Аватар спросил. Он тоже беспомощен? Великий шаман Элладар был убит пять дней назад. Аватар снова был в шоке. Это дело дурно пахло, но зверолюды жили на золотых равнинах и редко сталкивались с другими расами. Кто пытался навредить им? Люди. Аватар покачал головой. Людям нравилась темная магия. Королевство Нортон на севере боролось с армией разрушения, в то время как синдикат был занят созданием союза. На острове Рассвета никто не желал совать свой нос так далеко. У них не было времени наживать больше врагов. Армия разрушения? Аватар снова покачал головой. Насколько он знал, армия разрушения и люди были в основном равны. Они были далеко на севере и были заняты людьми. Зачем им сражаться со зверолюдами прямо сейчас? Некоторое время он думал, но не мог понять, кто его враг. Что это за чума? Он спросил. Разведчик выглядел напуганным. Я видел жертв. Их кожа позеленела. Болезнь распространяется медленно, но никакого лекарства нет. Даже божественные заклинания шаманов не работают. Больные могут только ждать своей смерти. Даже божественные заклинания не работают. Аватар нахмурился. Внезапно он вздрогнул. Он подумал о чем-то ужасном. Много ли людей подались в бега? Да. Они разбрелись по равнинам после того, как покинули город Мара. Услышав это, Аватар затрясся. Так жестоко. Он произнес. Не было никакого лекарства от чумы. Они могли только сидеть и ждать смерти. Хуже того, эти люди все еще будут способны двигаться. Многие из тех, кто бежал, вероятно, уже заражены. Они разнесут чуму по всей равнине. К тому времени все золотые равнины будут заражены. Аватар не смел представить последствия. Через несколько секунд Аватар уже собирался поговорить с разведчиком, когда понял, что что-то не так. Он изучил разведчика и затем посмотрел на воинов позади него. Он быстро понял, что на самом деле что-то не так. Его лицо было слегка зеленым. Он был заражен. Ты заражен. Уходи сейчас же, приказал он. Ошеломленный разведчик проверил себя. Лицо бледное. Он отшатнулся назад. Глаза наполнились отчаянием. Он упал на землю и посмотрел на Аватара. Ваше Величество, пожалуйста, помогите мне, умолял он. Не дай мне умереть без чести. Аватар был воином. Он был беспомощен против чумы. Столкнувшись с просьбой разведчика, ему стало не по себе. Через некоторое время он сказал. Оставайся здесь. Не сдавайся до конца. С этими словами он спрыгнул со своего зверя Кира. Обернувшись, он сказал своим воинам. Разбейте здесь лагерь. Я иду в город Мара. Армия не могла справиться с чумой. Если бы эти солдаты пошли с ним, они бы просто заразились. Все солдаты были шокированы, когда услышали это. Ваше Величество, сказал кто-то, идя вперед. Мара уже под властью чумы. Вот почему я должен идти один. Чума не может причинить мне вреда. Я пойду и найду этих шаманов. Они первыми вступят в контакт с чумой. Даже если у них нет решения, они могут показать мне путь. С этими словами он повернулся к зараженному разведчику. Солдат, не сдавайся. Я что-нибудь придумаю. Слезы наполнили его глаза. Разведчик упал на колени и всхлипнул. Ваше Величество. Аватар глубоко вздохнул. Его сила начала действовать. Он пересек сотни футов одним шагом и помчался к городу Мара. Когда он бежал, он сердито подумал. Распространитель чумы – зло. Они хотят уничтожить мою расу. Если я найду их, я заставлю их пострадать от всех пыток в мире. Разъяренный Аватар не знал, что за ним следуют три фигуры. Это был военачальник Пармис, который пришел на юг. Это Аватар? Спросила маленькая нога. Это была Катюша с копьем победы. Это он, военачальник Шторма схватил свою пику, как будто столкнулся с великим врагом. Он выглядит не таким уж сильным. Эта реплика пришла от падшего ангела. Его оружием были два тщательно изготовленных сюрикена. Он вертел их туда-сюда, когда говорил. Изящные движения хорошо сочетались с его красивым и ангельским лицом. Военачальник Шторма не взлюбил его. Проклиная его втихую, он громко предупредил. Не стоит недооценивать его. Он самый сильный воин нашей расы. Вы никогда не узнаете, насколько он силен, пока не сразитесь с ним. Даже самый сильный воин не может убежать от копья победы. Катюша улыбнулась. Пармис перестал говорить. Он испытал, насколько ужасным было копье победы. Для него оно было непобедимо. В любом случае, будьте осторожны. Где мы нанесем удар? В городе Мара, город Мара, там слишком много людей. Пармис был немного нерешительным. Будь то маги или воины, легендарные персонажи всегда потрясали мир, когда сражались. Любой обычный человек поблизости от них погибнет. Катюша почувствовала его нерешительность. Что, ты не можешь этого вынести? Они все люди аватара. Но она была права, и Пармис бросил золотые равнины. Однако он никогда не думал возвращаться и убивать невинных. Падший ангел холодно усмехнулся. Видите, смертные всегда будут смертными, даже если они обладают необычайной силой. Хорошо, я сделаю это. Пармис махнул рукой. Он противился этой идее. Теперь он выглядел как человек, поэтому все, что он делал, было бы грехом людей. Глава 558. Славный военачальник Аватап. Караваны медленно продвигались по равнинам. Торговцы тряслись в своих сэкипажах по пути. Их лица были усталые, но улыбчивые. Наконец они достигли окраины города Мара. Они должны быть в безопасности на данный момент. С прошлой ночи торговцы были на страже, опасаясь, что отравленные зверолюди могут снова устроить им засаду. Наконец они смогли немного расслабиться, увидев город Мара на расстоянии. Брат Линк, почему ты не сказал ни слова? Шалли прижалась к Линку. Казалось, она оставила позади то, что случилось прошлой ночью. Линк проигнорировал девочку. Он посмотрел прямо на город Мара и сказал. Смотри, это зверолюды. Почему они уходят из города? Другие также заметили это своеобразное зрелище. Да, как странно. Оказавшись за пределами города Мара, большинство зверолюдей устремились к золотым равнинам. Казалось, что все они спешат как можно скорее покинуть город, как будто что-то страшное испугало их до безумия. Вдруг кто-то закричал. Посмотри на лицо этого зверя. Торговцы могли видеть из своих караванов, что кожа одного зверолюда была белее остальных, и на его лице был зеленый оттенок. Это был один из симптомов, который был у лидера наемников Майла, когда его отравили. Единственное отличие заключалось в том, что зеленый цвет на лице Майла постепенно уменьшался. Погревшись под светом таинственного лунного света и отдыхая ночью, Майла значительно поправился. Теперь он мог ходить как раньше. С другой стороны, зверолюды спотыкались при ходьбе. Было очевидно, что яд распространяется глубоко внутри их тел. Все посмотрели на других зверолюдей и увидели, что большинство их лиц теперь стали зеленее. Были даже те, у кого прорастали белые пятна меха на их телах. Они все отравлены? Это ужасно. Мы все равно едем в город Мара? Ребята, вы думаете, что это эпидемия? Один из них запнулся. Они могли видеть, что в городе был полный хаос. Какой яд способен перевернуть весь город с ног на голову? Это не похоже на простой случай отравления, а скорее на эпидемию. Эпидемия может распространиться и заразить все население, если оно не будет достаточно осторожным. В истории человечества было три случая, когда чума сократила население города до нуля. Каждый раз число погибших исчислялось миллионами. Для поколений людей эпидемия была этим безликим, беспощадным врагом, способным убивать миллионы, не испытывая сочувствия к своим жертвам. Майло, что нам делать? Руководитель фирмы Красная Земля посмотрел на Майло. После того, что произошло прошлой ночью, все в караванах теперь высоко ценили вождя наемников, полагая, что его благословили сами боги. Майло впервые столкнулся с таким явлением. Однако, независимо от того, была ли это эпидемия или что-то еще, он мог сказать, что это было за пределами их глубины. Их лучшим курсом было пока держаться подальше от города. Я не думаю, что мы должны идти в город Мара прямо сейчас. Мы, вероятно, должны объехать город. Нет, кажется, нет никакого способа обойти его. Посмотрите на зверолюдов, бегущих во всех направлениях. Никто даже не пытается изолировать их в городе. Это чума, или что бы то ни было, будет распространяться по золотым равнинам. Шеф, я боюсь, что вы не сможете здесь вести бизнес. Ты серьезно? Шеф сглотнул. Он немного подумал, прежде чем принять решение. Учитывая выбор между прибылью или жизнью, шеф решил выбрать жизнь. Давайте вернемся. Мы вернемся в королевство Нортон, крикнул он. Шеф, мы даже не продали ни одной вещи. Если мы вернемся сейчас, сказал кто-то рядом с ним. Если бы они сейчас повернули назад, фирма Красной Земли обанкротилась бы. Каждого из них отправят домой с долгами, которые они, вероятно, не смогут выплатить до конца своей жизни. Шеф, может быть, если мы пойдем вокруг города Мара, достаточно. Это всего лишь небольшой долг. Долг не убьет тебя так быстро, как то, что ждет тебя в городе Мара. А теперь, пошевеливайтесь. Шеф не сдвинулся с места из-за своего решения. Майло сказал, давайте вернемся. Ваши специи не испортятся в ближайшее время. Вы все равно сможете заработать немного денег, продав их обратно в королевстве Нортон. Некоторые из торговцев, казалось, все еще имели сомнения по этому поводу, но слово вождя было законом. В конце концов, люди фирмы Красной Земли повернулись в королевство Нортон. Однако только половина караванов принадлежала компании Красной Земли. Остальные были независимыми торговцами. Обдумав это, некоторые из них последовали за фирмой Красной Земли, в то время как остальные решили покинуть группу и направиться к городу Мара. Торговец Алан колебался несколько минут. Наконец он решил повернуть назад. Он все еще был в хорошей форме и не боялся эпидемии, но это означало бы риск для его дочери. Он решил, что лучше всего благополучно вернуть ее в королевство Нортон. Вдруг кто-то крикнул. Вы видите это? Кто-то летит. Все обернулись и увидели, что черная фигура несется по небу в сторону город Мара. Фигура действительно бежала, а не летала по воздуху. Каждый шаг продвигал фигуру на несколько сотен футов, что создавало впечатление, будто он действительно летит. Как он может бежать так быстро? Фигура уже преодолела несколько тысяч футов. Можно было бы подумать, что он телепортировался через это расстояние в миг. Майло увидел это, и выражение его лица мгновенно изменилось. Нехорошо, это определенно мастер. Нам лучше поторопиться. Вот-вот начнется что-то большое. В тот момент никто не колебался. Все начали разворачивать свои конные экипажи и поспешно возвращались в Нортон. В хаосе раздался голос девушки. Где брат Линк? Никто не ответил ей. Все были заняты бегством. Ее голос был немедленно заглушен в грохоте. Колеса карет стучали по земле, торговцы отчаянно пытались набрать хоть какое-то расстояние между ними и городом Мара. В другом месте Линк, который наложил на себя заклинание невидимости, пошел в противоположном направлении. Линк теперь мог демонстрировать совершенный контроль над своей сущностью царства. Он полностью скрыл свою ауру. С помощью заклинания невидимости он прекрасно вписался в окружение. Он узнал фигуру, которая мчалась по небу. Это был недавно получивший титул короля зверей, военачальник Аватар. Линк не ожидал, что он придет сюда, но Линк также почувствовал другие ауры, кроме Аватара. Получив свою сущность царства, Линк не только смог улучшить контроль над своей собственной силой, но и стал еще более чувствительным к аурам других. Можно сравнить нынешнее чувство Линка с лужей чистой воды. Капля чернил будет иметь на нее большее значение, чем на лужу мутной воды. Впереди он чувствовал шесть легендарных аур. Он даже узнал четверых из них, с которыми Линк контактировал раньше. Катюша, Ариэль, Элован, Мелоси, Демон и Король Зверей Аватар. Это семь легендарных мастеров. В городе Мара будет настоящая вечеринка. Линк не чувствовал уверенности в том, что столкнется с ними лицом к лицу. Одна легкая ошибка означала бы верную смерть и уничтожение его души. Я должен спрятаться. Понаблюдать со стороны за тем, как семеро сражаются, казалось отличной идеей. Он хотел знать, почему эти легендарные мастера собрались в городе зверолюдей. Аватар достиг внешней стены города. Он встал на стену и увидел, что разные районы города опустились в разную степень хаоса. Звуки плача и рева разносились по всему городу. Аватар видел, как эти странные существа выходят из-под контроля в некоторых частях города. Их тела были зелеными и покрыты белыми пятнами. Зеленый гной вытекал из них. Они буйствовали по всему городу, кусая и дико царапая любого, кого видели. Аватар нахмурился от этого безумия. Без дальнейших проволочек он спрыгнул со стены и направился к алтарю города Мара. Алтарь был местом, где жили шаманы. Ему нужно было найти способ остановить эпидемию. В противном случае город Мара и все золотые равнины вскоре превратятся в необитаемую пустошь. По пути Аватар увидел бесчисленные злодеяния, совершаемые людьми в городе. Он видел отца, который был на грани смерти, вдруг он сел прямо и укусил шею своей дочери. Была мать, которая проглотила своего маленького ребенка целиком. Даже солдаты не были защищены от безумия. Они убивали всех на своем пути, когда зеленый гной обильно потек из их пор. Порядок полностью рухнул в городе Мара. Сам город стал буквальным адом на земле. Аватар начал беспокоиться. Гнев разгорелся в нем еще сильнее, когда он увидел, как по пути совершаются новые зверства. Кровожадность в его глазах усилилась. Кто бы ни был виновником, он найдет их и разорвет их на куски. Аватар приготовит их останки и сожрет их всех. Таким образом, они будут медленно перевариваться в его желудке и выводиться из организма, как грязь, которой они были. Десять секунд спустя он достиг алтаря, но то, что он увидел там, заставило его потерять всякую надежду. В алтаре старый шаман, покрытый белыми пятнами, пировал мясом молодого шамана. Последний тоже был заражен, но все же сохранил свои чувства. Молодой шаман пытался освободиться от своего агрессора, но это было бесполезно. Другие шаманы рухнули на землю, их лица были болезненно зелеными, как и все остальные зараженные. Алтарю предков пришел конец. Как это может быть? Как это может быть? Отчаянно бормотал Аватар. Именно тогда из-за него донесся женский голос. О, как жаль, Аватар, что такая трагедия произошла с твоим городом. Это была Катюша. Аватар обернулся и вытащил обсидиановый меч. Это твоих рук дело? Аватар посмотрел на Катюшу, его глаза вспыхнули опасностью. Цель, в которую он мог направить весь свой гнев и жажду крови, наконец-то появилась перед ним. Боевая аура текла от него волнами. Части алтаря предков начали разрушаться под тяжестью такой силы. Катюша не ожидала такой решительной реакции от Аватара. Она не могла не сделать шаг назад от внезапного прилива сил от тела Аватара. Умри. Не давая Катюше времени среагировать, Аватар мощно прыгнул вперед. Затем он взмахнул мечом, направив всю свою силу и жажду крови на свирепую Агата-ногу. Катюша была в шоке. Ее противник двигался слишком быстро. Она не могла вовремя использовать свое копье победы. Хотя копье победы было грозным оружием, его обладатель не мог сравниться с молниеносной скоростью короля зверей. Перед лицом такой атаки она чувствовала себя так, словно находилась посреди бурного моря, и огромная волна могла в любой момент разбить ее жалкий плод на куски. Она понятия не имела, насколько ужасным был король зверей. Глава 559. Цикада, Богомол и Волга. Аватара охватила жажда насилия. Без спешки Катюша успела лишь поднять копье, чтобы заблокировать атаку. Она была вынуждена отступить. Под ее ногами появилось бесчисленное количество трещин, растянувшихся, как паутина. Ударная волна, видимая невооруженным глазом, устремилась во все стороны. Земля дрожала, воздух дрожал, и все дома в пределах 1000 футов падали, как будто они были сделаны из кусочков мозаики. После атаки на мечи Аватара появилась маленькая трещина. Материал его эпического клинка зверолюдов нельзя сравнить с копьем победы Катюши. Ну и что? Катюша отступила, и Аватар последовал за ней, как тень. Он выдохнул. Быстрый воздушный поток вырвался из его горла в гортанном реве. Клинок славы, вперед. Дикая сила обрушилась на широкий меч из обсидиана, сияя ослепительным огненным светом. Под красным светом клинок увеличился вдвое. Это было около 10 футов в длину и 2 футов в ширину. Снаружи самого клинка была тень, состоящая из сгущенной дикой силы. Он обрушил это на Катюшу. Его сила стала более агрессивной. Его атака была началась в идеальный момент, когда Катюша все еще не восстановила равновесие. Воздух раскололся, как гром, когда меч ударил. Удары кровавой молнии появились вокруг меча. Он был настолько силен, что мог расколоть сами небеса. Столкнувшись с такой атакой, Катюша почувствовала, как на нее наваливается цунами. Не было даже времени вздохнуть. Она могла только пассивно блокировать эту смертельную атаку. Она долго не продержится. Это было ясно. Она должна была использовать эту атаку, чтобы дистанцироваться от противника. Если бы она была еще дальше и успела бы приспособиться, она могла использовать шип судьбы и убить этого полководца зверолюдов. Зинь. Катюша снова заблокировала атаку. Но это не помогло. Она почувствовала, как онемение идет от ладони до ее руки, а затем до остальной части тела. Она почти расслабилась. К счастью, она могла стоять на ногах, не говоря уже о том, чтобы использовать импульс, чтобы отступить. Человек-воин. Я не знаю, зачем ты это делаешь или сколько у тебя людей, но ты все умрешь здесь сегодня. Аватар стиснул зубы. Его действия совсем не замедлились, и он не дал Катюше шансов прийти в себя. Воспользовавшись тем, что она была бессильна, он снова заревел. Умри. Он вознес свой меч. Клинок был молниеносным. Если Катюша получит этот удар, она будет разорвана на две части. Даже если бы у нее было девять жизней, она была бы мертва. Аватар использовал только три атаки во всех своих битвах. Он всегда побеждал тремя ходами. Несмотря на то, что у Катюши было копье победы, нечто похожее на божественное заклинание, совершив лишь одну ошибку, у нее не будет другого шанса атаковать. Аватар победил всех храбрых зверолюдов и отменил племенную систему. Все это произошло благодаря его удивительным боевым приемам. В Фирумане он определенно мог войти в тройку лидеров по бою. Ни один человек не может сравниться с ним. Конорси не мог этого сделать. Высшие эльфы определенно не могли. Он мог найти равного противника только у драконов или демонов. Однако мощь Аватара произошла не только из боя. У него также был дух, который помог ему освободиться от всех сдерживающих традиций и изменить мир. Совершенные боевые приемы, величественный дух и жажда крови, все это в совокупности делает Катюшу неспособной дать отпор. Как раз когда Катюша должна была быть разорвана, из угла вырвалась стройная фигура. У этого человека были пики в обеих руках. Одна направилась за шею Аватара, другая к его сердцу. В то же время молодой человек с темной кожей, красивыми чертами лица и шестью темными крыльями атаковал с другого направления. У этого человека был вращающийся сюрикен в каждой руке. Он сложил руки, и сюрикены слились в клинок, идущий за обсидиановым мечом Аватара. Этот шестикрылый падший ангел был чрезвычайно быстр, почти телепортировался. Он заблокировал широкий меч Аватара в последний момент. Цзинь раздался звон металла, проходящего сквозь камень. Меч Аватара не остановился, но и не продолжил атаку. Он развернулся на полпути и заблокировал атаку Пармеза. Во время блока мысли Аватара зашевелились. Почти подсознательная мысль промелькнула у него в голове. Нет их трое, и все они на легендарном уровне. Мое единственное преимущество в том, что они сейчас не работают вместе. Если я не прекращу это сейчас, я умру. С этой мыслью Аватар начал двигаться. В течение всего этого процесса не было никаких колебаний или паузы. Это были боевые инстинкты, ужасающий талант зверолюдей. Во время битвы у зверолюдей всегда был почти животный инстинкт. Они всегда могли принять правильное решение в критический момент. В истории Фирумана зверолюды всегда занимали высокие места в летописях об одиночных испытаниях. Была запись боя полководца зверолюдов 8го уровня с пятью воинами дракона того же уровня. Зверолюды были прирожденными воинами. В следующее мгновение Аватар активировал свой фатальный трюк. Он использовал отзвуки того времени, когда его меч из обсидиана столкнулся с оружием противника и немного убрался. Во время этого его меч внезапно расплылся. Меч из обсидиана казался иллюзорным, словно образованный тысячами теней. В то же время вокруг него собиралось свечение. Дикая кровава красная сила, казалось, крепла. Она была ослепительной. Пармис был наиболее знаком с силой Аватара. Видя свечение меча, он был в ужасе. Отступаем, он вкладывает все свои силы. Падший ангел не возражал. Чего бояться, о, он так силен. В то же время Аватар активировал свой роковой трюк. Дикая сила ворвалась в меч, и он изо всех сил ударил вперед. Мгновенно тени мечей заполнили воздух в радиусе 15 футов. Каждая тень была кроваво-красной, а лезвия ослепляли. Они казались иллюзорными, но содержали чрезвычайную силу. Это был самый сильный боевой навык Аватара. Дикая битва, дикая битва, боевой навык 11го уровня эффект. Пользователь собирает всю свою мощь и желание убивать. Все в пределах 15 футов будет распылено. Примечание. Гнев в полководце. Ослепительные тени от мечей окутали все вокруг. Внутри них Катюша, падший ангел и пармис подверглись ужасной атаке. Это произошло слишком быстро и слишком плотно. Им некуда было спрятаться, они могли только блокировать. Катюша только что была спасена своими спутниками и хотела активировать шип судьбы. Но затем она попала в такую отчаянную ситуацию. Она не могла сделать ничего, кроме как вложить всю энергию в отступление. Падший ангел перенес основную тяжесть атаки. Он закрутил свои сюрикены как сумасшедший, так что это создало бесшовную блокаду перед ним. Несмотря на это, бесчисленные тени от мечей все еще проходили насквозь и поражали его. Пармис был в ужасе. Вся его воля к борьбе исчезла. Он уже отступил, но это было бесполезно. Он был все еще в пределах досягаемости атаки. Хотя он приложил все свои силы, чтобы блокировать, он все еще был порезан мечом по левой ноге. Раздался звук разрывающейся плоти, сопровождаемый металлическим запахом крови. Звуки длились полсекунды. Затем три кровавые фигуры отлетели в разные стороны. Все три легендарных персонажа были поражены хотя бы один раз. Они отлетели, покрытые травмами. Больше всего пострадал падший ангел. Одна из его рук была сломана, а из груди лилась кровь. Он неуклюже отшатнулся и упал. Он содрогнулся на земле, кровь вокруг него накапливалась. Независимо от того, насколько мощной была сила падшего ангела, легендарная сила, врывающаяся в него, была разрушительной. Тот факт, что он был жив сейчас, был доказательством его высокой жизнеспособности. Что касается Катюши, то она была вся в крови. Несмотря на то, что она осталась стоять, ее тело неудержимо дрожало, едва удерживая копье победы. Наименее травмирован был Пармис, но он тоже не был здоров. Все было хорошо, кроме левой ноги. Больше половины его ноги просто отсутствовало. Остальные части висели на ошметках. Его скорость, его предмет гордости, теперь исчезла. Тем не менее, аватар не был беспечен. Хотя он не пострадал, эта боевая техника израсходовала все его силы. Опираясь на меч, он опустился на пол, тяжело дыша. Он не смотрел ни на Катюшу, ни на падшего ангела. Вместо этого он уставился на Пармиза. Я не думал, что до этого дойдет. Я бы понял, если бы ты повел людей на север. Я бы понял, если бы ты встал на сторону темных эльфов в темном лесу. Но я не думал, что ты вернешься, чтобы убить наших беспомощных братьев с помощью чумы. Пармиз, ты самый большой позор для нашей расы. Легендарные бойцы не смотрели на внешность. Пармиз теперь выглядел как человек, и обычные люди не могли бы понять, кто это. Однако аватар сразу после атаки понял, кем он был. Пармиз мгновенно опроверк аватара. Я не устраивал чумы. Я просто пришел, чтобы убить тебя. Ха, ну и что? Ты убьешь меня и позволишь чуме распространяться по золотым равнинам, чтобы убить всю нашу расу. Твои предки отрекутся от твоей души. Жаль, что я не могу убить тебя своими руками. Он потерял всю свою силу, в то время как Пармиз потерял только одну ногу. Он мог легко убить аватара. Пармиз не хотел отвечать за это. Ему было все равно, что думали обычные зверолюди. Его даже не волновало, что думает аватар. Однако он не мог игнорировать бесчисленных предков. В традициях зверолюдов предки были очень важны. Уважение к предкам укоренилось в их душах. Нет, я не устраивал чумы. Я не мог сделать что-то подобное. Воскликнул он, то ли аватару, то ли их бесчисленным предкам. Убей демона и ногу, чтобы доказать это предкам. Аватар взревел. Пармиз замерз. Его взгляд переместился на Катюшу. Падший ангел был инвалидом, и ему понадобится не менее трех месяцев, чтобы выздороветь. Единственным, который мог дать отпор, была Катюша. Он инстинктивно схватил пику. Пармиз, поспешно сказала Катюша. Твои люди все еще в темном лесу. Твоя жена и дети тоже там. Не забудь. С этими словами хватка Пармиза снова ослабла. Он не осмелился встретиться глазами с аватаром, но и не сказал ни слова. Опустив голову, он сорвал с себя рубашку и перевязал остатки своей ноги. Затем он подошел к падшему ангелу. Он подобрал сильно пострадавшего демона и пошел к Катюше. Пошли. Почему ты не убьешь его? Сердито спросила Катюша. Король зверолюдов был слишком страшен. Если они не убьют его сейчас, она не сможет убить его снова, даже если у нее будет копье победы. Пармиз покачал головой. Сейчас не время. Только он может остановить чуму на золотых равнинах. Он не может умереть. Какое это имеет отношение к тебе? Катюша была так взбешена, что хотела ударить его прямо сейчас. Заткнись. Пармиз не хотел говорить дальше. Он достал тоник и вылил его в горло падшего ангела. Затем он унес его. Катюша уставилась на короля зверей, стоящего на коленях на земле. Она хотела зарезать его, но сильно пострадала и не была уверена. Она могла только следовать за пармизом. Аватар вздохнул. Прижимаясь к своему широкому мечу, он медленно поднялся. Он был еще жив. Он все еще мог найти лекарство от чумы. Да, он должен был найти лекарство. Поскольку он не мог найти его здесь, он пошел в долину драконов и попросил королеву красных драконов о помощи. Да, у драконов было бы решение. Пока они готовы помочь, он заплатит им все, что угодно. Имея это в виду, он готов отправиться в путь. Теперь он восстановил часть своей силы. Возможно, этого будет недостаточно, чтобы сражаться, но он мог путешествовать. Но через два шага его сердце подпрыгнуло. Недолго думая, он прыгнул в сторону. Вжух. Черная лоза толщиной с его руку выскользнула из-под земли, пронзая его сердце, словно ядовитая игла. Аватар увернулся, но шип тоже изменил направление, не отрываясь от его груди. Беспомощный аватар заблокировал его своим мечом из обсидиана. Широкий меч был легко отброшен черной лозой. Аватар был слишком слаб. После этого нападения лоза вернулась. Аватар застонал. Он увернулся в последний момент, но все еще не смог избежать урона. Сильная боль осаждала его разум. Сразу после этого он почувствовал, как яд распространяется из раны. Он был знаком с ядом, и он знал эту лозу. Это было от высших эльфов. В этот момент что-то промелькнуло у него в голове. Неудивительно, что Пармис отказался признать, что он несет ответственность за чуму. Настоящие виновники – высшие эльфы. Как только он подумал об этом, его зрение ослабло, и он почувствовал головокружение. В последний момент он увидел вспышку белого света вокруг него. Он знал, что это было от заклинания портала, но он нашел это странным. Кто-то спас меня. Высшие эльфы захватывают меня. С этим он упал в обморок. Глава 560. Боевая фабма Зверолюда. Часть 1. Нет, нет, нет. Ошеломленный Аватар оказался в центре города Мара. Он был окружен сумасшедшими зверолюдами, чьи тела были покрыты зеленым гноем и покрыты шрамами с белыми волосами. Они рвались к нему, изо рта Икс вырывался зеленый туман. Они выглядели еще более дикими, чем дикие зверолюды на равнинах. Аватар был вынужден сразить своих же людей своим мечом из-за обсидиана, но их число было подавляющим. Они угрожали разорвать его на части и съесть его заживо. Почему их так много? Город Мара обречен? А как насчет равнин? В панике Аватар начал пробивать себе путь через массу зверолюдей к городским воротам. Ко своему ужасу, он понял, что его сила быстро истощается, пока он прорубался сквозь многих своих собратьев зверолюдей. Он израсходовал все свои силы, когда наконец добрался до городской стены. Его руки болели, а ноги чувствовались, как свинец. Это было как пробираться сквозь грязь. Но, похоже, рою зараженных зверолюдей не было конца. Улицы кишели ими, как муравьи, роящиеся из их гнезда. Зверолюды бросились к нему, готовые вонзить свои клыки в его плоть. С тем, что осталось от его силы, Аватар вскочил на городскую стену. Он был готов прыгнуть вниз и бежать. Однако, когда он добрался до стены, то, что он увидел, повергло его в отчаяние. Те же самые инфицированные чудовища распространились далеко по равнинам. Им не было конца им. Это не сон? Золотые равнины повержены? Нет надежды для моего народа? Ха-ха-ха. Аватар услышал пронзительный смех сзади. Он обернулся и увидел, что в темном углу улицы стояла пара стройных фигур с длинными заостренными ушами. Это были высшие эльфы. Почувствовав его взгляд, один из высших эльфов произнес резким голосом. Ха-ха-ха. Вы скоро вымрете, чудовище. Аватар, ты тоже умрешь. Твои люди сожрут твой труп, пока не останется ни одной кости. Сумасшедшие зверолюди бросились к Аватару, который был слишком утомлен, чтобы начать бой. В одно мгновение он утонул в потоке зараженных тел. Среди этого хаоса он мог только размахивать руками, но это было бесполезно. Он взревел от боли, когда один из зверолюдей укусил его в шею. А-а-а. Он сел. Он сразу понял, что что-то не так. Вокруг него не было ни зверолюдов, ни высших эльфов. Только теплый огонь счастливо трескал рядом с тем местом, где он сидел. Металлический горшок был подвешен на металлической подставке над огнем, а возле костра сидела фигура. Фигура казалась человеческой. Он держал на вертеле мертвого кролика. В этот момент восхитительный аромат приготовленного мяса наполнил воздух. В этом месте было темно. Полная луна светила с ночного неба. Вокруг них были густые камыши. Дул ночной ветер, но благодаря огню Аватар не чувствовал ни малейшего холода. Под ним было что-то мягкое. Аватар посмотрел вниз и увидел, что под ним на куче камыша была выложена толстая медвежья шкура. Толстое шерстяное одеяло покрывало его тело. Казалось, что оно было соткано человеческими руками. Аватар попытался встать, но когда он двигался, его руку пронзила боль. Все его тело было также чрезвычайно слабым. Ему все это казалось сном. Он потрогал свою шею и с облегчением обнаружил, что на ней нет никакой раны. Пока он все еще знакомился со своим окружением, он заметил, что человеческая фигура приближается к нему. В своем истощенном состоянии Аватар не мог видеть, как он выглядит, особенно когда фигура сидела спиной к огню. Аватар мог видеть только приготовленного кролика в его руке. Аромат еды доносился до него. Внезапно живот зверолюда зарычал. Он хотел есть. Вот, человек передал ему приготовленного кролика. Недолго думая, Аватар взял его и начал набивать брюхо. Было очень вкусно. Кожа кролика была свежей, а мясо нежным. Был также намек на добавленную специю. Аватар никогда не пробовал ничего подобного. В течение 10 минут ему удалось сожрать всего 20-фунтового кролика. Все, что осталось, это кости бедра кролика. Он проглотил его маленькие кости вместе с плотью. Тем не менее, Аватар не был сыт. Как только пища вошла в его живот, Аватар почувствовал прилив сил и энергии. Он повернулся к фигуре и спросил, кто ты, почему ты спас меня. Аура человека была мощной, возможно, даже более сильной, чем у Аватара. Но она была мягче, почти безобидной. Аватар никогда не чувствовал такой силы раньше. Мужчина усмехнулся. Он сделал несколько шагов и позволил сиянию огня осветить его лицо. Мастер Линк, это вы? Как вы здесь оказались? Как долго я сплю? Аватар был настолько удивлен присутствием Линка, что не мог не задать череду вопросов. Линк не пытался скрыть правду от зверолюда. Ты спал полдня. Что касается меня, я приехал на Золотые Равнины, чтобы обсудить проблему с армией разрушения. Как ты, вероятно, знаешь, военачальник Бури присоединился к армии разрушения, поэтому я подумал попросить твоей помощи. Кто бы мог подумать, что такое случится с городом Мара? Аватар хотел помочь Линку. Он был в хороших отношениях с ним, в конце концов. В последние несколько лет Зверолюди и Ферди много сотрудничали друг с другом. Люди Аватара импортировали всевозможное магическое оружие из Ферди. Это оружие сыграло немалую роль в объединении Аватаром племен Зверолюдей. Услышав, что Линк упомянул город Мара, Аватар быстро спросил. Мастер, что вы знаете о том, что происходит в городе Мара? Много. Я провел расследование. Когда я увидел, что высшие эльфы напали на тебя, я наконец понял, что происходит. Линк знал, что Аватар собирается спросить его о городе Мара. Он также был готов использовать это, чтобы сформировать союз с Аватаром. Лицо Аватара было серьезным. Я хочу знать. Линк кивнул, готовый поделиться тем, что он узнал. Прежде чем что-то сказать, я должен напомнить тебе, что я только что прибыл в город Мара всего несколько дней назад. Все, что я собираюсь тебе сказать, это всего лишь то, что я вывел из своих наблюдений, и могут быть некоторые расхождения между моими выводами и истиной. Другими словами, тебе не нужно верить всему, что я говорю. Аватар кивнул, все более уверяясь, что сказанное Линком будет правдой. Линк начал рассказывать ему, что он узнал. Участия одного лишь волшебника человека было бы недостаточно, чтобы вызвать у Аватара гнев. Так что Линк рассказал Аватару о высших эльфах и армии разрушения, настоящих виновниках всего. Он сделал это подробно, чтобы разжечь огонь ненависти Аватара к обеим сторонам. Конечно, Линк подбирал слава объективно. Он не позволил своим эмоциям повлиять на то, как он говорил. Хотя у Аватара никогда не было привычки показывать свои чувства, когда Линк закончил, он не мог удержаться и ударил в землю от отчаяния. Он сказал сквозь стиснутые зубы. Как жестоки могут быть эти высшие эльфы. Катюша, падший ангел и военачальник шторма армии разрушения, все они напали на Аватара. В конце концов, он был воином, и он никогда не отступал от боя. Даже если он проиграл этот бой, Аватар мог винить себя только за то, что он не предпринял адекватных приготовлений и не позволил врагу воспользоваться своими слабыми сторонами. Но высшие эльфы напали на простых людей города таким коварным способом, который угрожал самому существованию зверолюдей. В этот момент Аватар не хотел ничего больше, чем разорвать этих трех высших эльфов в клочья. Именно тогда сладкий аромат донесся из бульона в кастрюле, который все еще грелся над огнем. Линк активировал руку волшебника и налил бульон в две серебряные миски. Одна поплыла к Аватару. Линк сделал глоток. Вкус был богатым и насыщенным. Чувство тепла и полноты распространилось по всему его телу. Он вздохнул и сказал Аватару. Не думай об этом слишком много. Твое тело все еще слабо. Пусть твоя ненависть и жажда мести кипят в тебе. Твое выздоровление сейчас является первоочередной задачей. Попробуйте немного змеиного супа, что я сделал из мяса кобры. Я научился готовить его у другого мастера. Идеально подходит для того, чтобы восстановить тебя в полную силу. Аватар кивнул и отпил немного из своей миски. Его глаза загорелись. Несмотря на то, что суп еще был горячим, он выпил все огромными глотками, включая кости змеи, оставшиеся в нем. В мгновение ока он даже сожрал все мясо змеи в супе. Линк покачал головой, наблюдая, как зверобой просто сожрал все залпом. Все хлопоты, которые он пережил, чтобы приготовить змеиный суп, утекли в отстой. Когда он закончил есть, Аватар поставил серебряную чашу рядом с ним. Затем он изо всех сил пытался встать и начал практиковать свои боевые формы. Линк знал, что Аватар пытается восстановить свои силы, поэтому он не прерывал его. Линк свернул простыни и убрал все остальное, чтобы освободить Аватару пространство для практики его форм. Затем Линк наблюдал, как Аватар двигался. Сначала Аватар двигался медленно, поскольку травма его руки сильно повлияла на плавность его движений. Постепенно слабый красный свет начал излучаться от его тела, особенно от раны на руке. Когда красный свет стал ярче, его движения начали набирать скорость. Постепенно Аватар начал терять себя в своих движениях. Хотя его глаза были открыты, они не были сосредоточены ни на чем. Его движения полностью управлялись инстинктом, текучим, как вода в ручье. Линк внимательно наблюдал за движениями зверолюда. Он сам был мастером в боевом искусстве, и его чувства были такими же острыми, как и у любого другого боевого мастера. Несмотря на то, что Аватар практиковал только одну форму, Линк чувствовал чистоту его дыхания, движение каждой мускулы и поток дикой силы в теле Аватара. Линк узнал форму, которую делал Аватар. Она называлась Печью Души, и это была высоко ценимая боевая форма зверолюдей. Идея состояла в том, чтобы превратить свое тело в печь, а свою душу – в труд. Во время Печи Души тело зверя могло бы оправиться от любой травмы в два раза быстрее и даже укрепить свое тело. Кроме того, синергия между душой и телом будет значительно улучшена. Постоянная практика также поможет повысить боевые инстинкты. Другими словами, это был козырь зверолюдей, точно так же, как мировое древо высших эльфов и энергия солнца Ферди. Практикуя эту технику, можно развить физическую и духовную силу. Однако, хотя Линк понимал движение формы, он не мог понять, как он должен проявить свою духовную силу через эти движения. Линк просто наблюдал за практикой Аватара для собственного удовольствия. Через два часа Аватар прекратил все свои движения. Он опустил руки и глубоко вздохнул. Его лоб был покрыт зелеными каплями пота. Он содержал остаток яда, который Линк не смог удалить из его тела. Аватар махнул руками. Теперь он мог нормально двигаться. Он повернулся к Линку и сказал. Мои травмы почти полностью зажили, и я восстановил большую часть своих сил. Насколько я понимаю, вы можете понять форму, которую я практиковал, мастер Линк. Линк кивнул. Выглядит достаточно просто. Аватар засмеялся. Он вынул книгу, обложка которой была сделана из шкуры, и сказал. Эту форму могут выполнять только те, кто обладает дикой силой. Это на самом деле небольшой секрет. Вы можете взглянуть, если хотите. Линк взял книгу. Как только он открыл ее, перед ним появилось сообщение. Печь души боевая техника зверолюдов качества. Уровень 19. Описание. Тело, разум и душа объединяются, чтобы выложить путь полководца к вознесению. Примечание. Путь к становлению богом войны. Линк вздрогнул от удивления. Раньше он, вероятно, не мог поднять этого, но теперь, сущность царства в его теле позволила ему игнорировать все расовые ограничения, налагаемые на подобные техники. Теперь он мог освоить даже ценную боевую технику зверолюдей. Глава 561. Идеальный по светмагии. Часть 2. Взяв книгу боевых с приемов аватара, Линк пролистал ее с каменным лицом. Через полминуты все содержание укоренилось в его голове. Закончив, он вернул книгу аватару, прокомментировав. Очень хорошие боевые приемы. Однако слишком много ограничений. Даже зверолюду понадобится выдающийся талант, чтобы выполнить все это. Верно. В игре каждый игрок-зверолюд пытался получить книгу о боевой технике печи душ. Однако самой книги было недостаточно. Им пришлось выполнить много строгих требований. Это было выражено рядом практически невозможных миссий, которые должны были быть выполнены в одиночку за три попытки. Если игрок потерпит неудачу после третьей попытки, книга исчезнет. Согласно подсчетам из всех счастливчиков, которые могли получить книгу печи души, только 20% смогли успешно пройти испытания и изучить технику. Если бы игра была такой сложной, в реальной жизни все было бы хуже. Как и ожидалось, аватар выглядел гордым после того, как Линк сказал это. Линк прочитал слишком быстро, поэтому аватар посчитал его комментарий слишком опрометчивым. Однако всем нравилось слышать похвалы. Посмеиваясь, он сказал, вы правы. Только три человека во всей нашей расе изучили эту технику боя, холун, пармиссия. Прямо сейчас я лучший. Линк должен был признать эту точку зрения. На более поздних этапах игры аватар бесспорно был лучшим воином. Он был легендой среди легенд и даже ранил на заму, повелителя глубин, заставляя его отступить в крепость демонов. Было совершенно верно сказать, что он был лучшим. Что касается боевой техники печи души, Линк посмотрел и решил, что сможет ее изучить. Но если бы он хотел выучить ее полностью, это было бы сложно. Достигнуть уровня аватара было бы практически невозможно. Мало того, что практикующийся нуждался в дикой силе, у него также была непоколебимая сильная воля. Они должны были делать что-то согласно своему сердцу, не подвергаясь влиянию чего-либо еще. Это был путь к истинному и чистому воину. А Линк был волшебником. Маг должен был быть гибким и проворным. Это было противоположностью воина. Если бы Линк заставил себя изучить это, он, вероятно, исказил бы саму суть. Но даже если он не мог выучить эту технику, это не означало, что он не мог использовать мудрость из этой книги. Для мага все могло быть изучено и использовано, включая боевые приемы. Печь души, кажется, соответствует печати души игровой системы. Они разные, но имеют одинаковую функцию. Они оба накладывают силу на душу. Если я смогу по-настоящему познать печать души, моя способность произносить заклинания будет действительно следовать желаниям моего сердца. Моя скорость действительно будет соперничать с боевыми техниками, и я буду достаточно силен, чтобы уничтожить все. Мне нужно как можно быстрее овладеть этой силой. Думая об этом, Линк взволновался. Нужно знать, что все текущие заклинания, независимо от того, были ли они смертными или легендарными, требовали, чтобы маг использовал свою собственную силу, чтобы построить структуру и активировать внешнюю силу. Это было чрезвычайно мощно, но скорости не хватало. Этот недостаток был особенно очевиден после выхода на легендарный уровень. Причин было две. Во-первых, структуры легендарных заклинаний были очень сложными. Даже если маг был опытным, скорость чтения заклинаний все равно будет ограничена. Во-вторых, сила после того, как отразилась структура легендарного заклинания, отличалась от обычного заклинания. Обычные заклинания использовали силу царства Фирумана, а легендарные заклинания – из моря пустоты. Это было в сотни раз мощнее, чем первые. Фируман был фактически погружен в маленький пузырь в море пустоты. Они перекрывались. Технически это не должно вызывать задержку. Однако законы Фирумана отвергли море пустоты, что вызывало задержку. По этим двум причинам скорость легендарного мага была намного ниже, чем у легендарного воина. Если воин приблизится, особенно если это ассасин, результат будет трагическим. Маг едва ли сможет дать отпор. Вот почему Линк занимался боевыми искусствами, чтобы защитить себя. Это было единственное решение. Если Линк сможет решить проблему с помощью заклинания, он скорее сделает это. Теперь Линк увидел некоторую надежду в решении этого недостатка через печь души. Все эти мысли мгновенно пронеслись в голове Линка. Затем он услышал вздох Аватара. Жаль, что я потерял широкий меч. Аватар был в депрессии. Его меч из-за обсидиана не был лучшим, но он был с ним более десяти лет. Он привык к нему, но вот он был вырван из его рук, когда тот заблокировал виноградную лозу. Вероятно, его оставили в городе Мара. Неожиданно Линк махнул рукой на длинную сумку у костра, как только он закончил говорить. Сумка полетела к руке Линка, и он бросил ее в сторону Аватара. Открой это. Когда Аватар взял сумку, у него уже возникло предчувствие. Это мой широкий меч. Линк улыбнулся в ответ. Возбужденный Аватар размотал тряпку, кольцо за кольцом. Медленно появилось красновато-черное лезвие. Это был тот же цвет, что и у его обсидианового клинка, но он был намного более гладким. Рукоять меча была крепкой, а клинок острым и ярким. Он мерцал, когда Аватар вертел им. Зазубрины на лезвии пропали. Аватар увидел много слабых золотых рун на мече. Конечно, он не знал, для чего они, но они были очень подробны. Они вписывались в общий стиль меча. Когда полотно было полностью распутано, Аватар подсознательно задержал дыхание. Это был черный меч из обсидиана, но его старый был похож на уродливый жезл. Когда он увидел свой обновленный меч, он был еще более приятно удивлен. Казалось, что меч был связан с его кровью, как будто меч был продолжением его руки. Он взмахнул им и обнаружил, что вес был как раз. Он свистел, когда прорезал воздух. Это было впечатляюще, как низкий рев дракона. Как он изменился так сильно. Аватар не хотел отпускать. Линк улыбнулся. Это твой старый меч, но я внес небольшие коррективы. Когда ты был без сознания, твоя рука все еще кровоточила. Я использовал немного твоей крови для метода рафинирования крови. Я уверен, что ты почувствовал связь с ним, верно? В самом деле, глаза Аватара были прикованы к мечу. Он нежно ласкал меч, словно он был его возлюбленный. С таким мечом он мог позволить себе много уловок, которые он не мог раньше. Его сила может утроиться, по крайней мере. После долгой оценки Аватар неожиданно сказал. Я чувствую, что у него есть еще одна особая сила. Ты очень чувствителен. Это верно. Это для борьбы с копьем победы. Это оружие ноги. Я думаю, ты почувствовал, насколько оно опасно. Аватар кивнул. У него было ощущение, что если бы нога ударила его копьем, он определенно был бы мертв. Вот почему он использовал все свои силы, чтобы убедиться, что нога не сможет дать отпор. Линк усмехнулся. Тебе больше не нужно беспокоиться. О, спасибо. Я обязан тебе жизнью и оружием. Но мне нужно кое-что у вас попросить. Аватар опустил голову. Не заставляя его ничего говорить, в руки Линка появился хрустальный флакон. В нем была темно-красная жидкость. Что это? Противоядие. Я украл зелье у темного мага и провел целую ночь, изучая его, чтобы создать это. Капля может вылечить обычного человека. У Аватара отвисла челюсть. Он не знал, что сказать. Через некоторое время он сказал. После этого я лично поведу свою элиту в крепость Арида. Линк уже столько сделал для его расы. В свою очередь, у зверолюдей не было причин отказываться от Альянса. Ответная услуга была честью зверолюдей. Линк был счастлив, что его цель была достигнута, но он не мог показать это. Альянсу некуда спешить. Прямо сейчас у нас есть еще один вызов. Ты должен как можно скорее восстановиться. Какой вызов? Аватар был в шоке. Линк ухмыльнулся. Это те высшие эльфы. Они раскрыли свою личность и стали твоими врагами. После того, как я спас тебя, они использовали магическую печать, чтобы запереть эту область. С этими словами Линк указал на Луну. Посмотри на Луну. Разве она не колеблется время от времени? Аватар посмотрел и увидел, что это правда. Мало того, что Луна колебалась, воздух вокруг них тоже струился, как вода. Это волшебная печать. Ее радиус 30 миль, и мы внутри. Если мы прорвемся сквозь нее, они используют портал, который появится перед нами в течение трех секунд. Аватар был потрясен. Они хотят убить нас по-тихому. Линк кивнул. Мало того, они даже временно вступили в союз с армией разрушения. Раньше в Инсе Эллен говорили, что высшие эльфы вполне могут нарушить всякие правила, но он не ожидал, что они пойдут до такой степени. Прямо сейчас у них было шесть врагов. Хотя Аватар сильно ранил троих, у высших эльфов были впечатляющие методы лечения. Они, вероятно, были уже восстановлены к настоящему времени. Линк не мог с ними соперничать. Даже если бы он мог убить кого-нибудь оного, это не помогло им. Однако, если добавить Аватара и его новый меч, Линк был на 80% уверен, что они могут уничтожить врага. Ярость Аватара вскипела. Схватив меч, он стиснул зубы. Хорошо, очень хорошо. Меня тянет устроить им бойню. Глава 562. Девятичатсовый бог лунного света. Часть 3. Травяные равнины. Ночью караваны поспешно вернулись в королевство Нортон, но случилось нечто неожиданное. Около трех часов утра наемник из головного дозора прибежал к своему вождю. Он казался испуганным, как будто он только что стал свидетелем чего-то необъяснимого. Лидер. Впереди проблема. Лидер наемников Майла выглядел намного лучше, чем раньше. Симптомы его отравления почти исчезли. Он также восстановил большую часть своих сил. Услышав это, Майла нахмурился. Он оглянулся и тихо сказал. Не говори вслух, мы не хотим, чтобы это просочилось. Он боялся, что это вызовет панику среди торговцев. Низким, поспешным тоном наемник сказал. Лидер. Что-то блокирует наш путь впереди. Оно широкое и невидимое, но похоже на стену. Действительно большая стена. Майла выпучил глаза. Будучи более опытным, чем обычный наемник, он имел представление о том, с чем они столкнулись. Вероятно, магический барьер, который установил один из тех мастеров. Сейчас происходит нечто большое. Майла чувствовал себя бессильным перед лицом всего этого. По сравнению с мастерами континента, его сила была просто несущественной, как камешек перед огромной скалой. Если бы камень решил обратиться против скалы, он просто превратился бы в пыль. Зная, что никто ничего не мог с этим поделать, он пошел к руководителю Красной Земли и объяснил ему новость. Руководитель был торговцем, который много видел и слышал в своих путешествиях. Когда он услышал рассказ Майла, его лицо побледнело. Некоторое время он молчал, прежде чем наконец сказать. Как ты думаешь, что нам следует делать, Майла? Майла уже понял, каким должен быть их следующий шаг. Он сказал. Мы определенно не можем сравниться с этими мастерами. Единственное, что мы можем сделать сейчас, это не попасть под перекрестный огонь. Я слышал, что, когда два легендарных мастера сталкиваются друг с другом, ударная волна, которую они посылают, может распространяться через десяток миль. Любой, кто попадется в эту область, мгновенно испарится. Я думаю, что наш лучший вариант, найти низину, где можно спрятаться. Было бы еще лучше, если бы мы могли найти пещеру. Мы спрячемся в ней, а затем закроем ее в ход кучей камыша. Таким образом, у нас будет больше шансов пережить надвигающийся шторм. Руководителю нечего было добавить к этому. Он нашел предложение Майла обоснованным. Хорошо, тогда мы будем делать, как вы говорите, сказал он. Майла начал все устраивать. Вскоре наемники разбежались, чтобы найти подходящее укрытие. Все торговцы беспокоились, но, похоже, в данный момент они не находились в непосредственной опасности. Их караваны продолжали двигаться вперед на своем пути. Пройдя более 3.000 миль, все увидели прозрачную стену, которую только что описал наемник. Она была мягкой на ощупь. Однако стена твердела, как только на нее было оказано давление. Независимо от того, как кто-то пытался давить на него, стена не сдвинулась ни на дюйм. Каждый мог видеть другую сторону стены, но пройти сквозь нее было просто невозможно. Все это было сюрреалистично. Среди торговцев началась паника. Однако большинство из них не сказали ни слова. Их лица были бледными, когда они готовились к тому, что должно было случиться. Майла остался в караване. По крайней мере, это дало торговцам некоторое чувство безопасности. Лидер наемников не казался таким же беспокойным, как остальные. Казалось, он уверен в решении, которое он придумал, чтобы пережить надвигающийся шторм. Присутствие Майла было единственным, что мешало караванам погрузиться в полную панику. Когда все молча ждали возвращения наемников с отчетом об их окружении, внезапно в небе появились три вспышки зеленого света. Они мчались к караванам с невообразимой скоростью. Сначала вспышки света пронеслись над караванами над головой без какого-либо намерения остановиться. Однако они неожиданно повернули назад и приземлились перед торговцами в виде трех фигур с капюшонами. Один из них прошел сквозь толпу к Майла. Фигура осмотрела его с головы до ног, а затем спросила. Вы столкнулись с отравленными зверолюдами? Вы были отравлены, не так ли? Голос был чист, как колокол. Это была женщина. Майла хотел спросить, кто они, но по какой-то причине, когда фигура перед ним поставила ее вопрос, он перестал контролировать свое собственное тело. Он кивнул и сказал, да, я был отравлен, но потом я был исцелен. Как? Не знаю. Внезапный луч лунного света ударил с неба, а потом мне стало лучше, сказал Майла. Свет луны? Повторила фигура в капюшоне. Внезапно она ударила Майла по руке шипом, прежде чем он успел среагировать. Свежая кровь запятнала кончик шипа. Фигура лизнула его, а затем замолчала. Через 10 минут она сказала, мне нужно кое-что одолжить у тебя. Что что ты хочешь? Майла чувствовал, что что-то не так. Мне нужно позаимствовать ваши жизни. Конечно, вы не в состоянии отказаться. Фигура махнула рукой. Внезапно над караванами в воздухе появился слабый зеленый туман. Без предупреждения туман обрушился на всех. Торговцы начали безудержно кашлять. 10 секунд спустя зеленый туман исчез. Теперь на лицах всех 300 человек в караванах был зеленый оттенок. Теперь вы все отравлены. Через 2 часа вы потеряете рассудок и столкнетесь с той же судьбой, что и отравленные зверолюди, с которыми вы сталкивались раньше. Теперь вам нужно молиться, чтобы тот же самый луч лунного света появился еще раз. Что сделано, то сделано. Бесполезно сердиться на меня. Нападение на меня только ускорит распространение яда в ваших телах. Теперь молитесь. Когда она закончила, фигура вышла из толпа и вернулась к своим спутникам. Трое превратились во вспышки зеленого света и пронеслись обратно в небо. Вернувшись на травяные равнины, все расселись уныло на земле. Их лица были пепельными, когда они размышляли о своих судьбах. Даже Шалли, у которой всегда была улыбка на лице, была ошеломлена. Она сидела рядом с отцом, не в силах понять, что с ними только что произошло. Отец, почему она должна была так поступить? Мы даже ничего с ней не сделали, сказала девочка отцу Алану. Алан Горько усмехнулся. Он посмотрел на свою дочь со страдальческим выражением лица. Он никогда не думал, что они встретят свой конец так скоро. Он не должен был брать ее с собой. Отец, почему? Спросила Шалли. Алан несчастно покачал головой. Может быть, это потому, что наша судьба умереть здесь. Шалли замолчала. Через некоторое время в ней залилась надежда. Отец, ты думаешь, что Бог придет и спасет нас? Бог? Алан был озадачен ее вопросом. Да, он спас Майла и Эйра раньше. Если бы он мог сделать это раньше, он обязательно сделает это снова для всех нас. Определенно. Шалли была непоколебима в своей вере. Она взволнованно махала руками, словно пытаясь поднять себе настроение. Внезапно она что-то задумала. Шалли вскарабкалась на спину лошади и закричала. Всем нет нужды паниковать. Если Бог знает, что с нами произошло, Он обязательно придет и спасет всех нас. Но сейчас мы должны молиться Ему. Так что Он будет знать о нашем положении. Услышав это, караван начал показывать некоторые признаки жизни. Во времена безнадежности, подобные этому, любой лучик надежды, каким бы слабым он ни казался, стоил того. Однако кто-то спросил Шалли. Но мы даже не знаем, как зовут этого Бога. Откуда мы знаем, кому молиться? Это определенно Бог Света. Ты не можешь сказать наверняка. Бог Света никогда не совершал чудо вне стен церкви. Кроме того, сила, которую мы видели раньше, не была похожа на его божественную силу света. Шалли не ожидала, что люди укажут на это противоречие. Однако ей удалось придумать ответ. Его сила напоминает лунный свет, и чудо, свидетелями которого мы стали, произошло в 9 часов вчера вечером. Поэтому, может быть, мы должны назвать его 9-часовым Богом Лунного Света? Все потеряли дар речи. Но Шалли это не волновало. Она опустилась на колени на свою повозку и начала молиться. О, доброжелательный и милосердный, 9-часовой Бог Лунного Света, ты, Свет, который изгоняет тьму из этого мира. Здесь я молю, чтобы ты мог вести нас через эти тревожные времена. Перед тобой я становлюсь на колени, смиренный слуга, обещающий распространять весть о твоих делах далеко и широко, и предложить тебе все мое существование. Не имело значения, остались ли ее молитвы без ответа, и ей было все равно, правильно ли она это делала. Шалли просто опустилась на колени, снова и снова молясь о спасении. Сначала она молилась только одна. Вскоре за ней последовали некоторые люди, включая лидера наемников Майла. Сначала он поколебался, затем опустился на колени и начал молиться тихим голосом. Он не копировал молитвенные слова Шалли слово в слово. Он просто внутренне помолился, Господь, ты спас меня раньше. Настоящим я клянусь, что до тех пор, пока я живу, я не буду склонен к искушениям тьмы на моем пути и останусь благородным воином. Теперь я снова упал в ту же яму. Если ты все еще думаешь, что я достоин спасения, я умоляю тебя, помоги мне еще раз. Наемник Эйр был еще проще. Он упал на землю, крича, Господи, спаси меня. Постепенно люди в караванах начали становиться на колени и молиться. Все их молитвы были рождены из искреннего желания спастись от их нынешнего положения. За кучей травы три высших эльфа, Катюша, падший ангел и повелитель бури, Пармис, тихо наблюдали за происходящим в караванах, несколько обеспокоенных этим. Катюша прошептала, что это за девятичасовой бога лунного света. Он ведь не может быть богом, не так ли? Падший ангел прошептал. Остроухая, нас лучше бы не лезть в эти дебри. Если в этом замешан бог, у вас троих будут проблемы. Независимо от того, насколько сильным был легендарный мастер, перед богом они были не более чем муравьями. Боги редко вмешивались в дела легендарных мастеров из-за того, сколько сил им нужно было потратить, чтобы спуститься на смертный план. Тем не менее, они, как известно, делали исключение, особенно когда любой из их избранных учеников подвергался преследованиям со стороны. Был синоним для такого случая. Это называлось самоубийством. Например, бог света был широко признан добрым божеством. Однако он дважды в истории назначал божественное наказание. Каждый раз, по крайней мере, один мастер был на прицеле божественной палочки бога света. Конечно, то, что делали эти мастера, было непростительно. В своей глупости они напали на святой город и заплатили за свои действия. Было два вида божественного наказания, и оба они нуждались в каком-то средстве. Если бы был алтарь, на нем просто должен был появиться бог. Если бы его не было, то бог вложит свою божественную силу в одного из своих учеников. В этот момент он или она будет обладать невообразимой силой, чтобы они могли исполнить волю своего бога. Возможность того, что один из любимых учеников бога света был среди молящихся торговцев, беспокоила высших эльфов и других. Девушка, которая первой начала молиться, казалась потенциальным кандидатом. При нормальных обстоятельствах легендарные мастера и боги были обязаны невысказанным правилам не лезть в дела друг друга. Ариэль начала что-то подозревать. Все улики, которые она собрала, указывали на легендарного мастера, который мог быть ответственным за излечение отравленных людей в то время, но не было никаких доказательств, предполагающих участие бога. Она также чувствовала легендарную силу, которая была чрезвычайно чистой и концентрированной. Это было за пределами типичного легендарного мастера. При мысли об этом по ее спине пробежал холодок. Пока они наблюдали из своего укрытия, не зная, что делать дальше, Линк и Аватар достигли каравана. Увидев пылкомолящихся торговцев, Аватар с любопытством спросил, что они делают и кто такой этот бог лунного света. Линк не знал, смеяться или плакать, когда видел, что происходит. Он объяснил. Я тайно спас двух отравленных наемников. Они, должно быть, приняли это за чудо. Ну тогда, ты чувствуешь, где они сейчас? Аватар решил не обращать внимания на молящихся купцов и наемников. С помощью Линка он теперь был в полном здравии. Прямо сейчас он с нетерпением ждал, чтобы отомстить высшим эльфам. Линк кивнул. Я чувствую их. Куда идти? Аватар достал свой меч. Подожди, мне нужно сначала установить волшебную печать, чтобы защитить этих людей. Мы можем раскрыть им наше местоположение, сказал Аватар. Они были в меньшинстве, и это означало бы потерять элемент неожиданности. Линк кивнул. Я знаю, но они все еще мои люди. Я не могу оставить их без защиты. Аватар решил больше ничего не говорить. Он вспомнил трагическую сцену, которую он видел в городе Мара. Он понимал, что Линк пытается сделать. Сначала я думал, что он, как и все остальные маги, хитрый и одержимый только своими амбициями. Я никогда не думал, что он будет таким же, как я. Аватар, казалось, наконец понял Линка, как личность. Глава 563. Это действительно божье наказание? Золотые равнины. Но Чариэль изучала торговый караван с расстояния. Найдя идею, она позвала остальных. Посмотрите на караван. Что-то с воздухом. Элован и остальные посмотрели. Они действительно видели, что под серебряным лунным светом в воздухе была какая-то странная репь. Из этих шести легендарных фигур три высших эльфа во главе с Ариэль были магами, а группа Катюши – воинами. Трое воинов видели, что что-то не так, но не могли понять, где их враг. Таким образом, они обратились к волшебникам высших эльфов, ожидая их заключения. Ариэль сказал Эловану и Милосу. Вы двое защищаете меня. У противника очень странная сила. Он прячется. Я должна приложить все усилия, чтобы выследить его. Она не доверяла троим из армии разрушения. Она доверяла только своей собственной расе. Элован и Милос стояли по обе стороны от Ариэль. Видя, что они были готовы, Ариэль указала на Катюшу. Если я найду врага, я укажу на него. Будь готова к атаке. Катюше не нравились эти трое молодых высших эльфов, но они все-таки сотрудничали. Они также вылечили раны ее группы. На этот раз ей удастся довериться им. Она кивнула, показывая свое согласие. После подготовки Ариэль пришла в себя. Она вынула мирового колоссажателя и добавила силу природы в волшебный меч. Через полсекунды наконечник меча вспыхнул и уткнулся в воздух. Мгновение спустя мировой колоссажатель поднялся из-под земли возле каравана. После этого из меча вырвалась нить слабой природной силы. Исчезнув в земле, он вошел в траву, окружающую караван. Самым большим преимуществом силы природы было то, что она могла идеально сочетаться с растениями в фирумане. Места с густой растительностью были идеальным укрытием. Это было то, с чем не могла соперничать никакая другая раса. После того, как прядь силы природы вошла в траву, она начала скользить дальше. Во время этого началась очень легкая рябь, но она была поглощена травой. Никто не заметил. Некоторое время спустя сила природы достигла того места, где прятались Линк и Аватар. В то время как Линк был сосредоточен на установке защитных рун для каравана, Аватар держал свой меч. Он широко раскрыл глаза, уставившись на то место, которое указал Линк. Враг еще не отреагировал, поэтому он ничего не сделал. Он не чувствовал, как сила природы подкралась к нему. Как только сила природы была в трех футах от него и собиралась коснуться его тела, Линк протянул руку и слегка оттолкнул Аватара в сторону. Подобные змеи щупальца природной силы прошли на несколько сантиметров от Аватара, ничего не касаясь. Аватар был в шоке. Сила природы была очень тонкой, но он был удивлен, что это было до такой степени. Очевидно, он мог чувствовать перемену силы вокруг себя. Как только Линк коснулся его, он немедленно отреагировал. Не задумываясь, он отступил в сторону, следуя за толчком Линка. Его навыки боевых искусств были практически безупречны, и он прекрасно контролировал свое тело. Хотя он был огромен, его движения были легкими, как перышко. Он ничего не задел, когда увернулся. Он был похож на большого бизона с ловкостью кошки. Менее чем через полсекунды после первого щупальца природной силы появился другой. Линк все еще настраивал руны, но он слегка ударил, и Аватар почувствовал это. Он слегка двинулся, следуя указаниям Линка. Он двигался со скоростью и расстоянием, которые были идеальными, чтобы избежать щупальца. После этого мимо него прошла дюжина щупалец. Линк передвигал Аватара, как будто он был марионеткой на струнах. Чтобы избежать навязчивых щупалец, Аватару тоже пришлось совершить много странных движений. Например, ему пришлось прыгнуть в воздух, а затем трижды вращаться. После приземления ему пришлось пойти на цыпочках и загнуть спину, переместить бедра, положив руку на таз, и многое другое. Аватар был раздражен, но ему пришлось следовать приказам Линка. Это было похоже на странный танец под луной. Он должен был убедиться, что Линк сохранит это в секрете. Если бы люди узнали, что король зверолюдей делал все эти странные вещи, они бы вывихнули свои челюсти, смеясь. С другой стороны, Ариэль была в глубокой задумчивости, сосредоточившись на поиске. Она могла чувствовать, что противник был где-то поблизости, поэтому она неоднократно проверяла это место. Но как ни странно, она просто не могла найти его след снова и снова. Через 10 минут она все еще ничего не нашла. В это время она была вынуждена отказаться от своей силы природы. В противном случае она израсходует слишком много энергии и это повлияет на бой. Элован жестом спросил, ну что там. Ариэль покачала головой. Я не могу его найти, но чувствую, что он на расстоянии менее 2.000 футов. Катюша с некоторым презрением сжала губы, хотя она ничего не сказала. Жестикулируя, она спросила, что нам теперь делать. Противник возводил руны вокруг торгового каравана. Очевидно, они готовились к бою. Поскольку Ариэль не могла найти, где находился противник, у них не было причин оставаться здесь сейчас. Ариэль молчала 2 секунды. Как только она собралась говорить, ситуация изменилась. Вокруг торгового каравана раздался тихий звук. Тогда странная рябь в воздухе исчезла. Помимо свистящего ветра и молитв купцов, равнины стали ненормально тихими. Он закончил волшебную печать. Он собирается атаковать. Но знает ли он, где мы? Прошли секунды, но они не смогли прийти к соглашению. Ариэль, наконец, больше не могла этого вынести и сказала вслух. Хватит спорить. Этот маг силен. Он знает, где мы. Готовьтесь. Все вздрогнули, а затем перешли в режим защиты, ожидая атаки скрытого врага. Но то, что произошло после этого, было неожиданностью. Рядом с караваном появился столб серебряного света, похожий на лунный. Он был шириной более 15 футов и такой высокий, что не было видно икончика. Более страшным было то, что он не бросился с земли, он спустился с неба. Словно в бескрайней пустоте открылась дыра, и куда-то на равнины потек водянистый свет. Видя это, торговцы были в шоке. Мгновение спустя они впали в экстаз. Шалли взволнованно воскликнула. Это действительно бог лунного света. Он ответил. Мы будем спасены. Лидер наемников Майера глубоко вздохнул. Раньше он стоял на одном колене, но теперь он полностью опустился на колени. Положив руки на землю, он пробормотал. Боже, ты снова спас меня. Отныне я буду твоим самым верным рабом. Я твой меч, а твоя воля, моя слава. С другой стороны, группа Ариэль задрожала. Эта сила была слишком чистой и тонкой. Прямо сейчас шестеро чувствовали, что этот луч был настолько очевиден, но, казалось, он существовал в другом мире. Они могли видеть его, но не чувствовать. Черт, это действительно божье наказание. Падший ангел уставился на сверкающий серебряный лунный свет. Он чувствовал, как дрожат его руки. Его недавно затянувшаяся рана снова заболела. Ариэль тоже не знала, что происходит. Она просто подсознательно сглотнула. Как будто она разозлила какое-то ужасное существо сегодня. Прежде чем она успела что-то сказать, она услышала, как Катюша сказала. А что если мы отступим? По виду она могла сказать, что они не ровня. Как слуга бога разрушения, Катюша имела некоторые знания о божественном наказании. Бог разрушения использовал тот же метод, чтобы излить силу в жертву или тело посланника. В этом случае, вероятно, поблизости находился посланник бога. Этот безымянный бог излил свою силу в него. Судя по всему, через некоторое время за ними придет посланник ужасного бога. Если бы они не убежали сейчас, позже у них не было бы шансов. Но нас шесть человек. Вероятно, посланник бога только один. Может быть, у нас есть шанс? Военачальник Пармис был недоволен. Но только тогда Ариэль почувствовала, что что-то не так. Сцена выглядела страшно, но она была неправильной. Как? Божье наказание не должно быть таким. Она не чувствовала опасности, безвыходного положения. Для мага инстинкт был важен, но она не чувствовала опасности. Что это значит? Мысль возникла у нее в голове. Что если это фарс, чтобы отвлечь наше внимание? Глава 564. Полное попажение, часть 2. В игре Ариэль была самым многообещающим магом-вундеркиндом среди нового поколения высших эльфов. На более поздних этапах игры она была даже на одном уровне с самым одаренным персонажем в игре, Иллиардом. Чувствуя, что что-то не так, Ариэль быстро достала семя дерева в своей руке. Это было семя самой сильной боевой марионетки высших эльфов, Духа Золотого Дерева. Дух Золотого Дерева, широко известный как Виноградный Дьявол, и Дух Дерева Черного Золота были двумя сторонами одной медали. Хотя они оба были сформированы из колючих лоз, их цвета были разными. Дух Черного Золотого Дерева, как следует из названия, был черным и обычно использовался для атаки. Его зубцы были очень ядовиты. С другой стороны, Дух Золотого Дерева был золотым и большую часть времени использовался для защиты. Его зубцы были чрезвычайно прочными и могли переплетаться друг с другом, образуя защитную сетку. В этот момент Ариэль не знала, откуда ее враг ударит. Инстинктивно она решила пойти защитным путем и вытащила семя Духа Золотого Дерева. Сила природы легендарного уровня потекла в семя. Когда нефритовый зеленый свет сиял от семени, она быстро бросила его на землю. Когда семя упало на землю, оно сразу же начало пускать корни. Вскоре после этого бесчисленные колючие лозы прорвали шелуху семян. Виноградные лозы переплетались друг с другом, образуя плотную сеть вокруг трех высших эльфов. Из-за срочности их ситуации Ариэль оставила других членов армии разрушения под открытым небом, чтобы они сами разбирались с угрозой. В этот момент из-за травы рядом появилась черная тень. Огненный красный свет закружился вокруг тела фигуры, когда она появилась. Он издал рев, размахивая своим темно-красным мечом. Умрите, высшие эльфы. Это был король зверолюдей, Аватар. Аватар смог подойти достаточно близко к ним, чтобы устроить засаду, пока их отвлекал лунный свет, который излучал Линк. Он шел к ним со своим уникальным навыком. Дикая битва. В одно мгновение кроваво-красный блеск от клинка Аватара расцвел, как цветок лотоса во всех направлениях, а его тело стало его центром. Все три высших эльфа и другие были немедленно охвачены вспышкой света. Свет был похож на плуг мрачного жнеца, сильно разрыхляя почву, к которой он прикоснулся. Атака застала их всех врасплох. Единственная вещь, которую Катюша, падший ангел и парми смогли сделать, это заблокировать атаку. Они не смогли увернуться. Они уже упустили свой шанс сделать это. Быстро раздались звуки столкновения металла. Из точек удара вырвалась энергия, которая взорвала сильный шторм и вырвала траву вокруг них. Столкновения оружия и вызванная им буря были настолько сильными, что они могли сдуть обычного взрослого, стоящего в нескольких сотнях футов от вихря. Пыль летела в воздухе, блокируя звездное ночное небо и луну. В тот момент все потемнело. Однако, когда шторм уже собирался ударить по каравану поблизости, он загадочным образом стих. Перед ними ветер завывал, как беспокойные призраки. Однако шторм был не более чем тихим ветром, когда он достиг каравана в нескольких футах от местодействия. Единственное, что все могли видеть оттуда, это раскаты грома и молнии, вызванные столкновением оружия. Шалли была первой, кто это заметил. Она крикнула. Бог лунного света должен защищать нас. Господи, спасибо за твою защиту. Крикнул кто-то в ответ. На этот раз никто не сомневался ни в одном слове, сказанном Шалли. Слишком много вещей произошло сегодня вечером. Это божество, очевидно, творило чудеса, чтобы защитить их от всякого несчастья. Это было неопровержимо. На другой стороне равнины началась битва. Даже в полной силе Катюша, падший ангел и Пармис не могли полностью блокировать натиск короля зверей. В этот момент их раны только начали заживать, и они даже не полностью восстановили свои силы. В их в настоящее время ослабленном состоянии их шансы выйти из этого живыми становились все меньше. Катюша теперь была в холодном поту и кричала о безнадежности ее положения. У нее даже не было времени, чтобы активировать ее умение шипа судьбы. Она чувствовала, что ей могут убить в любой момент. Когда разразилась буря, она увидела краем глаза павшего ангела, отчаянно пытающегося блокировать атаку аватара. Его грудь уже была вскрыта. Кровь обильно лилась из его раны. Катюша неожиданно наклонилась в сторону и отступила за падшего ангела. Падший ангел был слишком занят, чтобы отразить быстрые проблески меча аватара, так что он не заметил, как Катюша отступает позади него. Он также начал отступать, блокируя атаки, но прежде чем он успел сделать полшага назад, он почувствовал, что что-то не так. Кто-то преградил путь. Катюша не намеренно блокировала его отступление, но при таких обстоятельствах минутное колебание может означать смерть. Он отреагировал немедленно. Прочь с дороги, нога. В этот момент падший ангел был пойман между штормом мечей и Катюшей, которая заблокировала его отступление. Единственное, что он мог сделать, это продолжать отбивать мечи так долго, как только мог. Пока он продолжал блокировать атаки, был шанс, что он сможет уйти живым. В противном случае он будет разрезан на куски. Он изо всех сил пытался отразить атаки, но реальность была жестокой. В течение секунды падший ангел заблокировал как минимум 30 атак аватара. Однако проблески меча не утихали, и он уже исчерпал большую часть своих сил. Мгновение спустя меч пронзил тело падшего ангела, превратив его в фарш. Повелителя бури пармеза постигла та же участь, что и падшего ангела. Его проворство сильно подкачало из-за поврежденной ноги, и тело пармези было мгновенно разорвано на куски нападениям аватара. Вихрь мечей мерцал в течение трех минут. Два легендарных мастера армии разрушения были разорваны на части. С другой стороны, Катюша спряталась за падшим ангелом и смогла сбежать. Три высших эльфа держались лучше, чем остальные. С силой семени духа золотого дерева Ариэль смогла установить крепкий барьер, но барьер продержался только одну секунду. В одну секунду крепкий дух золотого дерева мгновенно превратился в мелкую пыль от мерцания меча Аватара. Однако до того, как атаки достигли их, Ариэль и другие смогли установить мощный магический барьер. Под защитой магического барьера трое рассеялись, благополучно избежав атаки Аватара. Аватар истратил все свои силы в своей атаке. Он единолично столкнулся с шестью легендарными мастерами и смог убить двух из них. Это был подвиг, достойный признания на всем континенте, но его враг не собирался оставлять его живым даже после совершения такого подвига. После того, как им удалось выжить в засаде Аватара, три высших эльфа и Катюша начали контратаку. В одно и то же время на Аватара бросился шип судьбы и мировой колоссажатель. Все четверо окружили короля зверолюдов, блокируя все пути его спасения. Зверолюд был просто ужасен. Его атаки мечом заставили всех опасаться за свою жизнь. После того, как они спаслись от его скрытной атаки, их первой реакцией было убить зверолюда перед тем, как он сможет нанести еще больший урон. Однако Аватар смеялся. Он не пытался защитить себя. Король зверолюдов просто оставался на месте, смеясь над атаками, которые постепенно приближались к его телу. Пока он смеялся, белый свет внезапно охватил его тело. Затем он исчез, как простой мираж. Мгновение спустя все четыре атаки сошлись в одном месте одновременно, но их цель растворилась в воздухе. Ариэль срочно закричала. Осторожно, это чрезвычайно мощное заклинание телепортации. Тот, кто еще не проявил себя, пространственный маг. Затем она настроилась, готовясь перехватить атаку пространного мага. В тот момент она не знала, что пространственный маг был сам Линк. Из-за того, что сила, которую она почувствовала, отличалась от силы Линка, Ариэль только предположила, что она была от какого-то неизвестного мастера. Как только она выкрикнула свое предупреждение, атака волшебника обрушилась на них с пугающей скоростью, что они едва могли даже отреагировать на нее. Все четверо в унисон нацелились на аватара минуту назад, готовые убить его на месте. Хотя они почувствовали атаку мага, они не смогли остановить свои атаки и перегруппироваться вовремя. Нехорошо, недолго думая, Ариэль бросила на себя лунный свет. Она не сможет пережить нападение своего врага. Ее единственный вариант – бежать. Но ее движения все еще были слишком медленными. Аватар действительно был пугающим. Его шквал ударов не дал им места для контратаки. Но человек, с которым они теперь столкнулись, был в сто раз страшнее аватара. Как только защитный слой ее заклинания лунный свет начал обретать форму, казалось, что простой стальной меч появился позади Ариэль из воздуха. Быстрым ударом он пронзил ее сердце. Тело Ариэль дрожало. Она выпучила глаза. Ее сердце было проколото. В этот момент ее внутренние энергии находились в состоянии хаоса, не способные оказать какое-либо сопротивление чужой энергии. Вскоре после этого из ее раны распространилась волна пространственной силы по всему телу. Она была мгновенно превращена в пространственную статую, полностью застыв на месте. В тот момент она не была ни мертвой, ни живой. Затем меч исчез. Он появился в другом углу и ударил Катюшу. Она дрожала в момент удара. Ее сердце также было пробито, и ее внутренние энергии были сбиты с толку. Пространственная энергия вытекала из меча и легко остановила ее на месте. Увидев, что Ариэль и Катюша были обездвижены мечом, Элован и Мелос быстро попытались сбежать. Рассеявшись во вспышках света. Но двое не могли сравниться с Линком. Два кончика меча появились из воздуха и одновременно нанесли удар по высшим эльфам. Элован и Мелос были вынуждены вернуться к своим физическим формам. Они упали с неба и приземлились на землю, плюясь кровь. Как только Линк поверг всех четверых, он вышел из своего укрытия к ним. Элован и Мелос все еще были в сознании. Когда они увидели Линка, они выпучили глаза, как блюдца. Они понятия не имели, что тот, кто устроил им засаду, был сам Линк, поскольку сила, которую они чувствовали от него прежде, настолько отличалась от мага, который напал на них сейчас. Несмотря на то, что где-то поблизости был спрятан маг, они решили напасть на аватара в полную силу. Обычной атаке мага обычно предшествовал какой-то явный признак. Она также начинается не так быстро, как у воина. В тот момент все четыре члена армии разрушения были уверены, что смогут своевременно отреагировать. Они не ожидали, что они попадут в засаду мастера магов, который также хорошо разбирается в боевых искусствах. Элован спросил. Линк, ты действительно хочешь начать войну между Ферди и островом Рассвета? Мелос добавил. Если ты убьешь нас здесь, ты не боишься, что остров Рассвета и армия разрушения объединят свои силы против Ферди. Линк слабо улыбнулся. Конечно, я боюсь. Вот почему вы трое еще живы. Два высших эльфа посмотрели друг на друга. Линк признался, что боится возмездия с острова Рассвета, но улыбка не покидала его лица. В течение нескольких секунд он молчал, и Элован наконец спросил. Что ты хочешь? Глава 565. Сломленная воля. Золотые равнины. Прежде чем Линк смог ответить на вопрос Элована, раздался другой голос. Конечно, мы убьем вас в секс, чтобы отомстить за мою расу. Это был Аватар, король зверей. Он истратил почти всю свою силу в последней атаке. Теперь, тяжело дыша, он вытащил широкий меч из обсидиана и медленно вышел из травы. Вы, остроухие с острова Рассвета, пошли на все ради вашей цели. Мы на расстоянии в тысячи миль от острова Рассвета, но все равно чем-то вас спровоцировали. Теперь вы проиграли. Я заставлю вас испробовать больше самое ужасное наказание в этом мире. Когда он закончил, он уже был рядом с Элованом и положил меч на шею эльфа. Кожа на шее Элована дернулась, но он продолжал смотреть на Линка. Лорд Ферди, не забывай, что твоя территория находится менее чем в 500 милях от острова Рассвета. Ты не сможешь сохранить это в секрете. Ты объявишь войну острову Рассвета. Аватар усмехнулся. Это не имеет никакого отношения к Ферди. Я буду тот, кто убил тебя. С этими словами он посмотрел на Линк. Мастер, ты меня остановишь? Холодно спросил он. Линк пожал плечами. Я хотел бы, потому что высший эльф прав. Возможно, это может привести к войне между Ферди и Островом Рассвета. Но я не могу заставить тебя слушать меня. Зная, что Линк согласился, Аватар усмехнулся. Он приложил давление, и его клинок повернулся, сверкая. Кисти Элована отпали от его тела. Стиль резки Аватара был уникальным. Вместо того, чтобы использовать остроту лезвия, чтобы отрезать руки, он использовал реверберацию тела меча, чтобы силой оторвать руки от запястьей. Невозможно было представить, насколько болезненным может быть такой метод. Ой. Ааа. Элован хотел проявить мужество, но его глаза почти сразу выскочили из их глазниц. Крик покинул его горло. Рядом с ним Милос услышал это и вздрогнул. Он закричал Линку в панике. Лорд Ферди, останови этого зверлюда. Линк покачал головой и посмотрел на Милоса. Когда Ариэль решила использовать жизни торговцев, чтобы выманить меня, места для переговоров не осталось. С этими словами Линк обернулся, не желая больше видеть эту трагическую сцену. Он сосредоточился на том, чтобы разыграть заклинание противоядия для торговцев за тысячи футов. Отсюда можно было увидеть лучи серебряного лунного света, падающие с неба и проникающие во всех их. Все они были обычными людьми, самые сильные только на уровне 4. Линк не использовал более 10 очков сущности царства на каждого человека. Было около 300 человек, так что это стоило всего около 3 000 очков. С его текущей скоростью восстановления он полностью восстановился за полминуты. Весь процесс занял всего минуту. В течение этой минуты он продолжал слышать крики Элована. Он просто сделал вид, что не слышит их. Когда он закончил и обернулся, он увидел, что тело Элована было практически разорвано. Аватар оторвал все его конечности и поработал над каждым суставом. Теперь его рука лежала на земле, разобранная на 20 частей. Хотя он еще не был мертв. Видя, как Линк оборачивается, он сразу же закричал. Господин, господин, я умоляю тебя простить меня. Пожалуйста, прости меня. Это идея Ариэль. Я просто последователь, правда. Пожалуйста, спаси меня. В конце он начал плакать. Милоса не мог ничего сказать. При этом Элован страдал физически, а Милосе страдал психологически с каждой секундой. Он знал, что как только Элован будет замучен до смерти, он станет следующим. Он почти сошел с ума, когда подумал о том, какая жестокая судьба постигнет его. Часто пытки не были самым страшным. Хуже всего было ожидание. Высшим эльфам было тяжелее всего. С самого рождения они жили на мирном острове рассвета. Они приходили на материк, только если обладали мощными способностями. Хотя они пережили некоторые трудности, они очень редко оказывались в невыгодном положении. У них никогда не было эмоциональной травмы. Столкнувшись с этой кровавой сценой, Элован сломался, и Милос был рядом. К настоящему времени Аватар устал от всего этого. Он и без того был измотан и теперь сломал руки и ноги Элована на десятки частей. Тяжело дыша, он сделал паузу. Увидев заплаканное и сопливое лицо Элована, большая часть его гнева исчезла. Он вонзил меч в землю и уперся в него. В то же время он холодно усмехнулся. Я думал, что вы крепкие, но похоже, вы всего лишь кучка детишек. Он посмотрел на Линка. Хорошо, я выразил свой гнев. Мастер, как вы готовитесь наказать их? Линк уже думал об этом. Видя, как Элован сломался, у него появилась идея. Конечно, он не мог сказать это вслух. Он указал в направлении города Мара. Они выпустили яд и заразили почти весь город. К счастью, отравленные зверолюды не распространились из-за окружающей магической печати. Мы должны быстро вылечить их, но нам двоим это слишком медленно. Нам нужна их помощь. Вылечить яд было самой важной задачей. До Аватара только сейчас дошло. Он раздраженно ударил себя по голове. Я отрубил этому парню руки и ноги. Теперь у нас на одного человека меньше. Это замедлит нас. Все в порядке. Сломанные кости можно восстановить. Аватар не верил этому. Они могут быть восстановлены. Итак, Линк начал использовать руки волшебника. Сначала он собрал все кусочки конечностей и расположил их в правильном порядке. Затем он использовал руки волшебника, чтобы соединить их в правильную форму. Затем Линк достал волшебный меч. Он рисовал руны в воздухе вокруг руки. Он был так быстр, что кончик меча только задрожал, и в воздухе загорелось бесчисленное множество рун, прежде чем они погрузились в части тела. Произошло что-то чудесное. Когда руны вошли в руку, кровавые следы на срезе поблекли и, наконец, исчезли. Кожа соединилась. Но это еще не все. Линк не останавливался и продолжал рисовать руны. Когда он остановился спустя более 10 минут, руки и ноги Элована приобрели их первоначальный вид. Единственное отличие заключалось в том, что на коже можно было увидеть множество слабых волшебных вин. После этого Линк сказал, встань и попробуй идти. Элован осторожно встал. Он вытянул руки, покачал ногами и прошелся вокруг. Затем он сказал Линк, господин, проблем больше нет. Будучи волшебником, он был знаком с этим заклинанием. Технически, оно произошло от заклинания магии марионеток высших эльфов. Тем не менее, заклинание Линка для создания магических марионеток вышло на другой уровень. Он также добавил много своих инноваций. Например, его ноги и руки чувствовались, как оригинал. Это было то, что заклинание высших эльфов не могло сделать. Конечно, были еще побочные эффекты. Самым большим было то, что он больше не мог добавлять силу природы к своим конечностям. Аватар сегодня стал свидетелем всей силы магов. Как король, сегодняшний опыт заставил его понять, насколько важна магия. Расу, которая не знала магии, можно было бы легко вырезать, а в его расе почти не было магов. У моей расы должны быть свои маги, подумал он, шаманов недостаточно. В противном случае, если что-то подобное случится снова, придется ли мне снова обращаться за помощью? С другой стороны, Линк явно не знал, что думает Аватар. Взглянув на Милоса, он спросил. А что насчет тебя? Нужно, чтобы король Аватар разорвал твои конечности, или ты согласишься помочь сейчас же? Милос поднялся с земли. Я помогу сейчас. Я помогу сейчас. О, ты очень умный. Посмеиваясь, Линк сказал. Тогда давайте начнем. Глава 566. Думаете, что сможете вернуться? Равнины. Четверо поспешили в город Мара. Элован и Милос были впереди. Линк и Аватар последовали за ними. Линк был с пустыми руками, в то время как Аватар держал статуи Ариэли Катюши в каждой руке, когда он шел рядом с Линком. Все четверо были очень быстры. Три минуты спустя они стояли перед крепкой стеной города Мара. Здесь Линк сказал двум высшим эльфам. Давайте начнем. Высшие эльфы теперь боялись Линка, поэтому они были очень послушны. Поскольку Линк хотел, чтобы они очистили яд от токсинов, они немедленно начали читать заклинания. Они были ответственны за яд, поэтому они были намного эффективнее Линка. Два легендарных высших эльфа выпустили заклинание Тумана в месте, которое охватило весь город. Свет этого заклинания пронесся над городом Мара, как метла, и вылечил всех зверолюдов внутри. Выздоровели даже те, кто был сильно отравлен и сошел с ума. Единственными побочными эффектами было то, что они были слабыми и нуждались в отдыхе. Недавно вылеченные зверолюды схватились за головы, ошеломленно стоя на месте. Они не знали, что случилось. Через некоторое время раздались потрясенные крики. Очевидно, люди были напуганы трупами, разбросанными по земле. Конечно, все это были неважные детали. Видя, что не было никаких серьезных проблем, Аватар призвал остальных. Многие люди сбежали за пределы города. Мы тоже должны их вылечить. Элованы милоскивнули. Сила природы вспыхнула в них. Они собирались превратиться в свет и улететь, чтобы вылечить отравленных. Видя, что они собираются уходить, Аватар напомнил. Не думайте о побеге. Ваша принцесса Ариэль все еще в наших руках. Услышав это, Линк улыбнулся. Он указал на две крошечные точки света, вонзившиеся в них. Помните, сказал он, это ваше проклятие. Два высших эльфа невольно вздрогнули. Затем без звука они превратились в изумрудный свет и разделились, чтобы найти помощь отдельным жертвам. Аватар смотрел, как они уходят с городской стены. Что вы планируете делать с ними? Он спросил Линка. Что ты задумал? Линк попросил взамен. Конечно же я убью их, одного за другим. Они отвратительны, особенно три высших эльфа. Хотелось бы мне порезать их, чтобы кормить собак. Аватар сказал раздраженно. Но после того, как он сказал это, его тон изменился, и он посмотрел на Линка. Тем не менее, вы сделали больше, чтобы поймать их. Я согласен с вашим решением. Но, если честно, вы также должны дать мне эквивалентную компенсацию. Это было действительно честно, и Линк согласился. Улыбаясь, он сказал. В таком случае я хочу всех четверых. Они станут важными фишками в моей битве с Островом Рассвета. Убивать их напрямую было приятно, но кроме того, что он мог выразить свой гнев, практической пользы не было. Как лорд, он не мог выбрать этот вариант. Если бы эти четверо были еще живы, Ферди сильно выиграла бы, удерживая их в заложниках или используя их для обмена с Островом Рассвета. С этими словами Линк посмотрел на Аватара и спросил. Итак, ваше величество, что бы вы хотели получить от меня? Аватар погрузился в глубокую мысль. Раньше он знал, что магия сильна, но он всегда думал, что шаманов-зверолюдей достаточно. Он думал, что они могут сражаться против магов. Но после сегодняшнего дня он обнаружил, что когда заклинание достигнет определенной точки, шаман окажется беспомощным. Таким образом, Аватар обнаружил, что зверолюдям нужна настоящая магия. Размышляя об этом, Аватар сказал. Моей расе нужны маги, маги-зверолюдей, которые действительно принадлежат нам. Мне нужно, что бы Ферди предоставил нам наставников. Что? Линк посмотрел на Аватара немного странно. Магия это очень сложное занятие. Если вы хотите, что бы оно было эффективным, оно займет не менее пяти лет. В течение этого обучения маг тратит не менее пять тысяч золотых монет. Аватар пожал плечами. Мне нужно обучить, по крайней мере, двести магов. Просто следуйте тому, что вы сказали, и позвольте им учиться в течение пяти лет. Что касается денег, у нас их нет. Просто посчитайте это одолжением. Линк усмехнулся иронично. Это один миллион золотых монет. Ваше величество, вы действительно просите много. Я могу тренировать только сто, не более. Мастер, вы получите четырех легендарных бойцов, настаивал Аватар. Вы не можете купить их за деньги. Двести, ни больше, ни меньше, без обсуждения. Линк подумал и сдался. Давай не будем говорить о конкретном количестве учеников, а только обсудим конкретную стоимость. Через пять лет я выложу миллион золотых монет для учеников-зверолюдов, чтобы они изучали магию. Что касается того, сколько студентов ты хочешь отправить, ты можешь выбрать сам. Это предложение было неплохим. Аватар рассчитал в уме и подумал, что это экономически выгодно. Таким образом, он мог послать многих зверолюдей. Он мог тратить больше денег на тех, кто был талантливым, и меньше на других. Сундуки его расы не были совсем пустыми. Если один миллион был израсходован, он мог бы сам доплатить около десяти тысяч монет. К тому времени он вкладывал свои собственные деньги для поддержки необычайно талантливых. Через несколько лет в его расе появятся свои маги. В начале их будет немного. Размышляя об этом, Аватар уже согласился на предложение Линка. Но поскольку они обсуждали условия, ему все равно пришлось просить большего. Одного миллиона недостаточно. По крайней мере, один пять миллиона. Миллион сто тысяч, не более того. Линк явно хотел отдать меньше, если это возможно. Миллион четыреста. Я не пойду на сделку, если будет меньше. Аватар поддавался, но он не был глупцом. Один пятнадцать. Один три. Один пятнадцать. Один двадцать пять. Ах, ты обманишь меня. Хорошо, тогда один двадцать пять миллиона. Один три. Аватар раздраженно сказал. Хорошо, хорошо. Линк уступил. Давайте возьмем среднее. Как насчет один двадцать семь. Аватар все еще был раздражен, но если они действительно продолжали спорить, это была разница в несколько десятков тысяч. Зверолюды были от природы грубыми, и ему было лень спорить дальше. Мастер, тогда давайте условимся на один двадцать семь миллиона. Но я думаю, из вас вышел бы действительно ушлый торговец. Линк громко рассмеялся. Хорошо, после того, как я вернусь в Ферде, я отправлю магов, чтобы выбрать у тебя талантливых молодых людей и отвезти их в Ферде. Все расходы на дорогу будут на Ферде. Что думаешь, так будет лучше? Но разве взрослые не могут учиться? Аватар не хотел отправлять детей. Они еще не созрели. Если они слишком долго жили в таком месте, как Ферде, они могут не захотеть возвращаться. Линк усмехнулся и пожал плечами. Взрослые, конечно, могут, но их тела уже сформировались. Некоторые магические тренировки не будут очень эффективными. Их ум тоже уже настроен и им не хватит творчества. Даже если они могут выучить заклинания, они не станут совершенными. Ваше Величество, если вы боитесь, что дети забудут равнины, вы можете послать воинов, чтобы обучить их традициям. Это имело смысл. Аватар много думал и не мог найти никаких проблем. Наконец он кивнул. Хорошо. Давайте сделаем так. Придя к соглашению, четыре легендарных пленника теперь принадлежали Линку. После этого двое заговорили об альянсе и прошли еще один раунд переговоров. Наконец Аватар согласился отправить 100 000 элитных воинов на север. Требованием было то, что люди должны были предоставить всю необходимую еду и 100 000 комплектов оборудования, равного количеству официальных солдат Нортона. Несомненно, это было огромной ценой для людей, но они отчаянно нуждались в силе зверолюдов. Линк стиснул зубы и согласился. Закончив с этим, двое пробыли у городской стены еще час. Затем Элован и Мелос поспешили назад. Как дела? Спросил Линк. Элован быстро ответил. Все вылечены, реки очищены. Никто не должен снова отравиться. Аватар был сердит. Что делать, если кто-то все-таки заразится? Элован поспешно достал большую бутылку темно-красного зелья. Там было около литра. Ваше Величество, вот противоядие. Вам просто нужно бросить одну каплю в миску с чистой водой и дать ее отравленному. Он полностью выздоровеет. Аватар был доволен. Он указал на Линка. Хорошо, вы больше не имеете никакого отношения ко мне. Вы двое, пленники Лорда Ферди. Он накажет вас. Услышав это, Элован и Мелос почувствовали облегчение. Это было здорово. Этот зверолюд был слишком нелогичным. Намного легче было иметь дело с Линком. Из того, что они знали, Линк не пытал пленных. Если бы они пошли с ним в Ферди, они могли бы прожить подольше. Затем, когда Остров Рассвета услышит о том, что произошло, они бы спасли их. Они могли бы избежать из того места. Они сразу же подошли к Линку, держась подальше от Аватара. Аватар посмотрел на них с презрением. Маленькие ягнята, вам повезло, что вы живы. С этими словами он сказал Линку. Мастер, я пойду.